Уважаемые коллеги, начинаем намеченную нашу встречу. Мы давно мечтали и делали уже первые шаги по поводу того, что чаще надо встречаться с нашими дорогими родителями, обсуждать те вопросы, которые и нас волнуют, и волнуют наших родителей. Мы своих родителей факультета собираем два раза в год на родительские собрания, для того, чтобы обсуждать те проблемы, которые нас волнуют по поводу учебного процесса, с целью познакомить наших родителей с технологиями нашими и тому подобное. Но давно поняли, что каждому из нас нужна любому из нас нередко психологическая поддержка, помощь. И мы не один раз уже организовали какие-то встречи с психологами, видеоконсультации каких-то, групповых занятий, тренингов. Но мы решили пойти дальше и не только замыкаться на родителях нашего факультета, но и помогать для других родителей, у кого есть дети с проблемами здоровья. Я как декан считаю, что университет должен быть ресурсным центром по отношению к любым людям, у кого есть какие-то проблемы, здоровье и так далее. Университет есть свои ресурсы, своя база, которая кадровая база, материально-техническая база, и мы должны делать добрые дела для всех, кто нуждается в такой, может быть, поддержке и помощи. Но мы сталкивались с одной проблемой, проблемой преподавателей, ведущих, кто может нормально разговаривать с родителями. Оказалось, что это очень большая проблема. Проходите. Очень большая проблема найти среди психологов, единомышленников и людей, которые могли нормально обсуждать, говорить, оказывать какую-то поддержку и помощь. И, честно говоря, у нас даже несколько было таких неудачных началов, а я понимал, что если неудачная первая встреча, то дальше родители и не придут. И нам повезло, год тому назад мы на своем пути встретили Галину Павловну, Татьяну Павловну. В своем коридоре. В своем коридоре. Татьяна Павловна каждый день проходила на это рядом нашего факультета, и мы не замечали, оказывается. А Татьяна Павловна семейная психотерапия. Профессор кафедры психологии семейного консультирования, факультета психологического консультирования. Один из самых престижных факультетов психологического консультирования. И мы подружились год тому назад. И в этой аудитории мы провели уже несколько встреч с нашими родителями. Наши родители влюбились в Татьяну Павловну. Мы выехали в Паведнике, там провели два дня с шестью родителями, еще там студентами. И мы поняли, что эту проблематику надо как бы развивать, надо чаще встречаться, приглашать в своих партнерах, в своих коллег, сделать более гибкую систему. Сегодня мы осуществляем трансляцию, мы разослали информацию не только нашим родителям, но мы разослали нашим партнерам. Вот сейчас уже там на эфире сколько у нас человек? Уже 18 человек, которые за нами наблюдают. Тот, кто не может приехать, пусть он смотрит в таком виде. Кроме того, у нас сохраняется видеозапись. Вот, и мы всегда сможем вернуться к видеозаписи. Мы будем делать потом, может быть, интернет-конференц-формат с нашими родителями. Уже один раз делали, мы студентам сказали, оставьте свои теплые места у компьютера родителям, посадите на два часа. Мы хотим с родителями. Родители через эти наши мероприятия лучше поймут, как вы учите, что вы делаете в интернете и так далее. И у нас так успешно прошла даже одна интернет-конференция с нашими родителями. Вот. Сегодня мы решили пригласить более широкий круг. Проходите, проходите. Сегодня мы начинаем вовремя, потому что... Проходите. Татьяна Павловна сегодня праздник 9 января, у Татьяны Павловны был юбилей. Вот. Сегодня кафедра и факультет празднуют юбилей Татьяны Павловны. Поэтому... Мы все равно решили, давайте поздравим. Вот. Ничего не отменяется. Мы так... Продолжаем. Да, жизнь продолжается. Поэтому мы решили сразу, чтобы начать. Потом попросили еще Светлану Павловну выступить по эмоциональному выгоранию. Начать очень интересная, актуальная тема. И мы сегодня у нас потом... Я не хочу сейчас занимать время, чтобы Татьяна Павловна больше успела срелать. Потому что шпаргалка большая. Нет, нет, это кажется. Это все зависит... Я все уложусь вовремя, значит, сколько у нас? Чем больше, тем лучше, как вы сказали. Подожди, нет. Как нельзя. Мы вас ничем не ограничиваем. Ладно, сейчас не будет ограничивать. Если они очень... Хорошо, мы понимаем. Поэтому мы еще... Значит, тогда давайте поговорим. Как вам удобно, Татьяна Павловна? Можно там, рядом, с цветочками? Да нет, я сейчас смотрю. Да, как-то... Как-то, может быть, я микрофон, чтобы, да, потому что... Нет, я вообще громко говорю. Хорошо, отлично. А микрофон здесь, чтобы... Да-да-да, я громко говорю. Она просто такая какая-то... Она непривычная для меня такая. Ну, не важно. Я действительно читаю лекции студентам всяким разнообразным. Поэтому опыт этот у меня есть. И на вас особо не приходится. Значит, сначала речь шла о том, чтобы я прочитала лекцию типичной ошибки воспитания. А потом, когда я вот читала эту лекцию, я уже в своей жизни много раз, раньше, когда он был в общество знаний, мы без конца читали какие-то фабрика Капранова, где при мне валяли валенки, или Дулёва при мне расписывали чашечки. Это была очень хорошая практика, чтобы народ непосредственно получал информацию на местах, да где угодно. И то, что сейчас не читают лекции родителям, я не согласна. По-моему, это очень плохо. Потому что наше знание повисает в воздухе. Понимаете? Потому что, если вы идёте в магазин, вы покупаете чаще попсу, что все это называются. Психологическая попса. Как стать серовой, как там завоевать мужчину. И, знаете, как-то полный ерунду. Как будто у людей нет серьёзных проблем. Хотя, по-моему, по психологии и воспитанию тоже много пишут, мне так кажется. Но я не знаю просто, какого это качества книги. Не знаю, вообще покупают ли люди эти книги. А то, что можно действительно вот так прочитать лекцию живым людям, а кто-то ещё увидит, живые люди ещё увидят у себя через следствие связи, совсем замечательно. Значит, эту практику надо... Я лично приветствую нашего факультета. Это, по-моему, очень хорошо. Значит, вот типичные ошибки воспитания живут как-то более нейтрально и более как-то так по-простому, чем вот такое название «эффективный родитель». Какой-то пубрающий. Кажется, думает, а я не... Американ. Я наверняка неэффективный родитель. Я вообще не буду слушать, а то расстроюсь. Ты никогда не достигнешь этого эффективного родителя. Ну, вы ничего не бойтесь. Потому что у каждого из нас, с какими бы мы ни были родителями, есть всё-таки модель, какой-то образец, правда? Чего-то такое, что мы бы хотели достичь, а не достигаем. Значит, тогда нам надо, чтобы сесть редком и поговорить лотком про то, что не получается. Поэтому я сейчас расскажу совершенно такие простые вещи. Просто, что называется, такое вот основополагающее представление психологов, педагогических психологов о том, что обязательно надо делать воспитание. И что ни за что не надо. Поэтому я говорю слова, которых я не люблю. Надо. Должны. Значит, я хочу вам сказать, может быть, это вас огорчит. У меня есть такое выражение. «Человек ничего не должен». Когда кто-то мне говорит «Человек должен», я тогда говорю «Человек ничего не должен». Он должен только то, что сам выбирает, как своё долженствование. Но мне не можно сказать «Человек должен». Я скажу «Извините, я разберусь». Может быть, это очень кажется как-то грубо и странно. Понимаете, что? Значит, есть... Что значит «Человек должен»? Ну, для верующих идей есть заповеди. Вот Бог говорит «Ты должен». Богу мы доверяем, правда? Мы говорим. Бог сказал всё. Если мне говорят «Конституция, ты должен делать то-то, то-то, ходить на выборы». Или мне говорят «Не ходи на красный свет, не беги на красный свет, ты должен стоять». Правильно? Есть нормы, которые мы принимаем, в которых мы живём. И ребёнку мы тоже должны внушить определённые дисциплинарные нормы, нравственные нормы. Вот это вопрос. Как внушить? Так сделать, чтобы он нам поверил. Да? Сейчас немножко поговорю. Вот. А в принципе, как бы вы меня не слушали, или вы пришли бы ко мне на консультацию, вы всё равно бы жили свою жизнь. Правда? Никто ещё при консультанте не сказал «Всё, я живу неправильно». Бывает так, что происходит такая встреча с таким ярким, сильным, увлекательным, харизматическим, как сейчас известное вам слово, да, авторитетным человеком, мы поговорим про авторитет, который действительно может изменить взгляды. Но это не так уж часто бывает, да, поэтому своё должностнование мы формируем сами. Правильно? Для этого мы учимся, читаем, беседуем и говорим. А если я скажу, что человек должен, то извините, потому что это просто вот... Ничего не поделаешь, да, я могу сказать, следует родителям, родителям лучше делать то-то, то-то. Лучше не делать, или не делать ни в коем случае. Вот. Поэтому, если вам покажут, что какие-то вещи звучат очень категорично, то, знаете, иногда пускай они звучат категорично. Я скажу, про что ни за что делать нельзя. Значит, и будем исходить из того, что родители, отцы, матери, я буду говорить прежде всего про отцов и матерей, пусть бабушки не обижаются. Потому что это вот самые, что ни на есть, те самые фигуры родительские, которые несут ответственность. Бабушка, она не для того, чтобы вот весь объем воспитания взять на себя. Бывают такие семьи. Бабушка для счастья. Мать может быть стройной, отец даже жестковатый, хорошо. Бабушка для счастья. Бабушка для уюта, для тепла. Сейчас только мне принесли диплом на работу. Вот такое вот второе высшее образование. Принятие женщины ролью бабушки. Все узнаю про бабушку. Ну, она мне сказала, то, что я и без нее знаю. Что сейчас роль бабушки, если надо, отдельно про бабушку выписать лекции, сливается с ролью матери. Это очень серьезная история. Так нельзя. Очень опасно. Вот, поэтому я говорю про отцов и матерей, а бабушке пусть слушают. И скажут, у нас подумать, а бабушка подумает и скажет, а у нас эту роль никто не исполняет, только я. Тогда можно обсуждать, почему то, что следует делать родителям, делаю я. Это правильно? Я за то, чтобы родители, я бы так сказала, все, кто воспитывает ребенка, любимые тети, дяди приходящие, или племянники, или какие-то там старшие братья и сестры, все, кто воспитывали ребенка, были в курсе того, как вообще воспитывать. Каждый вносил свой вклад, учился этому. Правда, старшие дети могут, воспитывая младшего, участвовать в воспитании, готовиться к будущей материнской или отцовской роли. Поэтому это наше воспитание, наше общее дело. Я бы сказала, общее культурное дело. Дело психологов, педагогов, близких родственников, дальних. Потому что то, каким мы возьмем, какую мы возьмем линию, курс воспитательных, такой будет и наш результат. Поэтому договоримся с самого начала. Воспитание, я не знаю, как вы согласитесь или нет, наверное, самое ответственное человеческое деятельность. Самое ответственное. Потому что в результате воспитания формируется человек, его жизнь, то, каким он будет. Воспитание – это творчество. И оно очень трудно. Потому, сейчас мы поговорим. Потому что человек, родитель, в процессе воспитания все время изменяется. Ребенок все время изменяется. И мы не можем таким быть застывшим родителем. Вот так вам внушили ваши 15 лет, каким быть родителем. А сейчас свои 40, совершенно измененной, другой социальной ситуацией, быть таким же родителем. Поэтому родитель – это творческий человек. Он наблюдает время, он изучает что-то другое, чем раньше он знал. Он постоянно контролирует, а соответствует ли я этой должности своей родительской. Поэтому это очень ответственная и сложная творческая деятельность, которая требует постоянной смены позиций. Вот смена, сейчас не поговорю. Смена позиций. Я – мать маленького ребенка. Я – мать подростка. Я – мать юноши или девушки. Я – мать взрослого человека. Как меняются наши отношения. Я всегда остаюсь родителем. Я всегда остаюсь взрослым своему ребенку, даже если мы уже друзья. Есть родители, это ошибка, которые стараются переходить на такие, знаете, дружеские отношения. В некоторых семьях маму называют по имени. Вот это одна из ошибок. Вот это вот как бы такая оптимальная дистанция с ребенком. Даже если мы ползаем по ковру и играем в семью, или таскаем, не знаю, я папа, ношу своего ребенка на спине, а потом беру лазону, иди-ди-ди-ди-ди-ди, бах, и кидаю на диван. И мы бодимся, и толкаемся. Дистанция должна быть. Это специально не надо в себе взращивать, но надо осознать, я взрослый. Если я становлюсь фамильярным с ребенком, слишком похож на его сверстника, это неправильно. Всегда немножко дистанция. Иначе не будет авторитета. Это важнейшая вещь, что мы должны здесь понять. Значит, кто же такой, какая же задача стоит, какой же взрослый может стать эффективным родителем? Вы посмотрите, я вам перечислю, что надо. Что нам, вы, я думаю, скажете, что это не привлечение. Прежде всего, я полагаю, мальчик, девочка, ребенок должен стать ответственным за то, что он делает. Мы говорим иногда. Это безответственный ребенок. Что это значит? Он ни за что не отвечает. Он не отвечает за свое слово. Он не отвечает за свои поступки. И таким тащится через всю жизнь. Потом это безответственный мужчина, безответственная женщина. Это очень страшно. Он, надо, чтобы вы помогли ему стать в течение жизни ответственным, правильно? Самостоятельным. Жить он будет сам. Мы не можем его тащить всю жизнь за руку, правильно? Мы что делаем? Мы его, я показываю студентам, он как бы идет впереди нас, а мы его чуть-чуть подталкиваем. И он знает, что он всегда может упасть на родительские руки. А на вас я не могу показывать, а я показываю неправильное посвятание. Я такое в русской авторитарной семье. Когда он тащится, мама шеватает его за руку и тянет, 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 тянет. А он опирается или стоит, вот так и ждет. Когда его переставится место на место. Может быть, не годится, правда? Значит, надо, чтобы он был готов к тому, чтобы жить саму свою жизнь. Быть готовым переживать трудности этой жизни. В жизни все может быть. Мы слышали про корчика. Корчик – это, если есть такое понятие и в христианстве, и в гудаизме, понятие праведник. То есть это человек, отдавший свою жизнь за других. Это знаменитый писатель польский, еврейского происхождения. Янов Шкурчик – это его псевдоним. Он был писателем и детский врач. Есть книжка его, называется «Король-Матюш первый». Он организовал перед войной детский дом для сирот еврейских. Потом, когда пришла немецкая оккупация фашистская, этот дом попал в детство. А у евреев была одна судьба – быть сожженным в Освенце. И ему, и он был известный человек, ему предлагали документы фальшивые, и он сказал, что он не уйдет. Они взяли, они пошли на прогулку, они взяли синий флаг, у них был короля Матиуша, зеленый, кажется, и пошли на прогулку. И те, кто видели, говорят, что это было страшно, они шли в 20 рядов эсессорцев, и он шел с ними умирать, что про сказки им не было так страшно. Мы можем доверять Скорчику. Кстати говоря, посчитайте, как любить детей. У него есть книжка для родителей. Как любить детей. Я не буду вам ничего намекать из нее, потому что он довольно такая жесткая книга. Но он говорит, ребенок должен прожить детство во всей полноте. Видите, у нас какая задача? Он должен получить... Он должен получить... Что-то тепло. Да? Он должен получить... Смотрите. Вы все время с этим сталкиваетесь. Он должен получить тепло. Правда? Забота. Правда? Признание. Ощущение того, что он или она для мамочки, папочки, бабушки один на свете. Даже если рядом еще пять. Вот я, Коля, для мамочки, папочки один. Единственный. Вот меня... Это целая проблема, потому что родители могут по-разному любить детей. У нас есть одна очень умная детская психолог. У меня двое детей. Сейчас они уже большие тетки. Она мне одна говорит. Я Катьку люблю, а Туську обожаю. Вы чувствуете разницу? У меня есть. Есть какая-то особая близость с кем-то. Правда? Это не значит, что Катьке плохо от того, что она обожает Туську. Она может это показывать как-то так, чтобы это не было обидно. Поэтому, что значит дать ребенку детство во всей полноте? Любить, заботиться и постоянно ставить задачи на изменения. Правильно? Мы ставим требования. Правда? Значит, Лидия Линична Бажович, классик нашей детской психологии, моя руководитель диссертации, замечательная была женщина. Бабушка была просто идеальная бабушка. Ну-ка, я ее обожала. Она прекрасная. Она говорила очень важные слова. Вот это можете записать. Бажович, Лидия Линична. Ее слова требуют размышления, требуют осознания. Ребенок... У нас же какая проблема? Нас... Не слушают, правда? Не слушают и все. Не слушают и все. У меня вот наша одна знакомая хорошая. У нее девочка на два года уже ничего не слушает. Мама очень... Мама очень жесткая. Такая тритарная. Я говорю, Вика, вы встретились здесь с собой. Это вы. Вы как говорите Максиму? Максим, значит так, никаких питья пива по субботам. Я ей говорю, слушайте, как это шоферы пить пива по субботам? Интересное кино. Она командирша. И вот это сильное начало у ребенка. И ребенок уже не слушает. Значит, вся проблема в том, что бедная Вика наша не умеет играть здесь с ней. Значит, что она уже не слушает? Для того, чтобы... Запишем, что сказал Лидия Линична, а потом скажем про игру. Это очень правильная нам оставленная идея. Для того, чтобы ребенок исполнял требования, у него должно быть положительное отношение к требованиям. Понятно? Если у него есть ощущение, что вы требуете глупость, бессмыслицу, какую-то с его староточью зрения, что-то такое, еще можно обойтись, он слушать не будет. Поэтому, смотрите, какая история. Не надо в два года объяснять свои требования, не надо и невозможно. Надо, чтобы вас слушали сразу. Как сделать, чтобы вас слушали сразу? Как сделать родителю, это самый сложный вопрос. Как сделать родителю, чтобы его слушали сразу? Значит, первый вопрос. Надо... Я сейчас скажу про эти очень важные требования для эффективного родителя. Эффективный родитель принимает во внимание половые особенности ребенка. То есть с мальчиком это один разговор, а с девочкой другой. Возрастные. Ему два года или восемь лет. И одиннадцать, и четырнадцать, и шестнадцать. Возрастные особенности. И индивидуальные особенности. Индивидуальные особенности. Что значит индивидуальные? Например, особенности темперамента. Вот, например, вот эта дочка моей знакомой, Соня ее зовут, ей два года. У нее такой психотип. Так, понятно? Вот она такая родилась. Это такое сочетание свойств нервной системы, эмоциональности ее, какой-то активности. Слышали понятие? Высокая энергетика. Вот родился человек с высокой энергетикой. Очень вербальный, то есть хорошо говорит. Заболтает так, что просто с ума сойти, правильно? Очень требовательный. Вот я видела как такого человека, дочку моей подруги. Ей было года два с половиной, мы гуляли. Мы гуляли. Вот вам индивидуальная особенность. Как к этому приступить? Когда она видела, это было зимой, ребята раскачиваются. Очень. Раскачиваются на качелях. Вы видели детей таких? Кто-то раскачивается на качелях, они лезут под ноги. Видели? Страшиваются, что они хотят. Что они добиваются? Свои качели. Они проверяют, собьют их или нет. Понимаете? Это темперамент, это как бы человек испытывает жизнь на зуб. А если я так сделаю? А если я так делаю? А если я котку верну за кост? А если палец засуну туда? А если мамочку сейчас вот дрырыры? Посмотри, мамочка психолог, да, интересно, как она. Манипулирует по-черному, понимаете как. Вот это особенность индивидуальности. А другой, да, потом это моя девочка знакомая в результате борьбы родителей. и ужасных отношений. Что вы это? Она говорит, я ж тормозная. Я говорю, Алена, ты мне не болтай. Я знаю, какая ты тормозная. Два года тебя нельзя было остановить. Ты лазила по всему дому, по всем шкафам. Они ее затормозили. Понимаете? Они не дали ответа на ее индивидуальные особенности. Для того, чтобы, например... Да, а другой, я хочу сказать, другой тормозной. Ему надо в детский сад идти, а он чулок одевает. Соснул. Замечтался. Я хочу сказать вот что, чтобы вы знали про младший школьный возраст. Дети младшего школьного возраста, независимо от темперамента, склонны попадать в транс. Вот так они могут куда-то идти, идти, идти. Замечали о том, якобы он думает, он ничего не думает. Это он в трансе. Он ничего не слышит, он ничего не думает. Он в трансе. И вы в своей жизни попадали в такие измененные состояния сознания, так что вы смотрите. Если человек в трансе, не дергайте его, он выйдет спокойно. Но надо хорошенько понимать. Ребенок в втором классе способен войти в транс. Ребенок в два года, ему не нужно ничего объяснять, он должен вас слушать. Он будет вас слушать, если будет чувствовать, что вы его любите. Если вы его не дергаете, не давите на него своей волей. Правильно? Умите, значит, для того, чтобы, самое правильное дело, если мы вернемся к требованиям, самое важное, что нужно ребенку, по крайней мере, вот так, это называется собственное детство. Дошкольное, раннее детство, дошкольное детство, младшешкольное детство. В этом возрасте, к сожалению, ребята, надо играть с детьми. Надо играть. И хорошо получается воспитание у игровых родителей, которые умеют многое перевести в шутку. У которых есть хороший юмор, у которых есть минутами хорошее настроение, которые могут заболтать какую-нибудь ситуацию, перевести ее в юмористическую. Но таких людей очень мало, все очень усталые, заняты, осегощены проблемами своими, стариков, родителей и так далее. Но если вы чувствуете, что у вас не получается эта игровая природа, не бойтесь идти к психологу, пусть вас поучат играть. Это очень важно. Потому что вот с этой девочкой, про которую я сказал Соня, которая не слушается, а мама жесткая, мама выросла в деревне. Какие там игры? Там кошки, огород, и так далее, и так далее. Ничего там такого нельзя. Там не до игры, понимаете как? Это мы здесь расселись, накупили миллионы грошек, там на диванчик сели, поиграли. У нее нет этого, она не воспитана в этом. И надо, я предлагаю, я создать это как свою родительскую задачу. Научиться играть с ребенком. Научиться играть с ребенком. Чувствовать, когда вы играете с ребенком, я имею в виду до 9-10 лет, это через эту игру вы передаете свою любовь, свое понимание. У меня был клиент, 8 лет, он очень был тяжелый, просто невозможно. И родители такие были, инженеры, все по книжке. В общем, бесколечивые совершенно парни. Они жили у меня через двор. Он набивал мешок мягких игрушек и шел ко мне. Мы садились на покрытие, ползали, играли. Он потом приходил и говорил, мама, почему ты так никогда со мной не играла? Понимаете как? Вот я бы сказала так, что вот эта игровая стихия детской, детское отношение с ребенком, это есть одна из основ авторитета. Потому что он видит, что вы не начальница, вы не надиратель, вы не командир, да? А вы мамочка. Ну, про папочка я не говорю, потому что папочки нет, это всегда. Мамочка – это близкое, родное и теплое существо. Понимаете? И тогда, если мамочка – милое, теплое, родное, понимающее существо, тогда мамочка может приказать и сказать, так, делаем это нам, да? Тогда мы будем слушаться мамочку. А если мамочка с двух лет... Я вижу, ну, слушайте, это невозможно. Как они выходят... Тетеньки выходят с трехлетними детьми с троллейку. Что она делает с трехлетними? Она его выводит, а она идет сзади. Она сзади, а рука вот так. Товарищ, это что? Вы выверните руку в одну секунду, это ужас. Нормальничек, выходит. Когда ребенок ощущает... Я хочу, чтобы вы совершенно поверили мне. Когда ребенок ощущает на себе любящий глаз, внимательный, любящий глаз, он верит тогда, что вы с ним всегда, что он вам нужен, и тогда можно слушать. Какую-нибудь невероятную однежность в этих не просит. Теперь чистить зубы. Ну, это неприятно. Мыться, чистить зубы, мыть ноги, складывать... Чем дальше человек живет, тем больше потребность, необходимость делать неприятное. Лидия лично говорит, должно быть положительное отношение к требованию. Правильно? Это значит, моя милая, любящая мамочка, моя прекрасная бабушка, глупого мне не скажет, плохого, вредного она мне не потребует. Это моя милая, любимая мамочка. Вот это начинающаяся война, боль, да? А я тебя, мамочка моя любимая, переиграю. И может переиграть. Значит, вот у моей подруги, у которой эта девица, вот это вот сынок этой девицы, которая лазила туда, девицу, значит, там, исказили воспитанием, теперь у нее парень, пять лет. Вот что бы вы сделали с таким парнем? Они идут пять лет, они идут детские игрушки, и он требует много игрушек. Она, конечно, ведь нет. Он ей говорит, жадина, таким, как ты, вообще нельзя иметь детей. А он меряет любовь мамину вот эту. Потом она ему говорит. Я не знаю, можно им интернет сказать слово жопа? Да, значит, она, смотрите, дома, не делай этого, сейчас скажет да, пожалуйста. А он говорит, не говори так. Во-первых, Бог накажет, а во-вторых, я тогда научусь плохим словам. Вы понимаете, какие бывают истории, какие бывают дети. Поэтому нам первое, что мы хотим сказать, эффективный родитель, это родитель авторитетный, не директивный, не командир, но он твердый. Это сейчас надо сказать про родительскую твердость. Это очень серьезная история. Мои студенты ужасно огорчаются, особенно гуманисты, христиане, просто у них вообще, прямо у них душа болит, когда я говорю. Без принуждения нет воспитания. Согласна? Без принуждений нет воспитания. Но, говорю, запомните, подчеркните красным, а то забудете. Это я им говорю. Надо различать принуждения и насилие. Понятно? Да. К сожалению, может быть, ну, у нас авторитарная семья в России вообще, и школы, и детский сад, все у нас авторитарное. Поэтому нас покрикивают, приказывают и так далее. Говорят категоричным голосом, жестким и так далее. Вот, понимаете? Поэтому от того, что оно авторитарное, оно рассчитано на безусловное причинение. Правильно? И поэтому оно часто оборачивается насилием, которого... Ну, что такое, как вы понимаете, какое насилие? Это принуждение, а вот это насилие. Унижающие методы, унижающие. Да, это какое-то унижение. Во-первых, могут обидеть каким-то словом. Можно обидеть каким-то жестом, каким-то выражением неприятным. И потом я вам скажу, чего ни в коем случае... Ну, давайте сразу скажу. Или приятная такая вещь, это эмоциональная насилие. Сравнить младшего школьника с другими ребенками. Это очень тяжелая история. Это просто запомните, запишите, как хотите, высаживайте себе, у кого такие дети. Ни в коем случае младшего школьника не сравнивают с другим ребенком. Только подростка. Младшему школьнику нельзя сказать. Ну, чего ж ты не читаешь ничего? Смотри, Галя, соседка. Вот сколько у нее книг. А ты че? Ничего, дарак, что ли? Все, не будет ничего делать вообще. А подростка, пожалуйста, его только это разудит. Как это я? Футбол, я хорошо играю. Я как Галька не буду читать, что ли? Подумаешь, Галька как. Уже есть какой-то момент соперничества, соревнования. А младшему школьнику очень легко. Вы заметили, ребенок идет в школу со всем желанием, а потом встречает директивную учительницу. Все, голова болит, температура, живот, понос. Будет придумать все, что угодно, чтобы только в эту школу не ходить. Понимаете? Поэтому учитель в нашей школе – это очень важно. Для того, чтобы ребенка было сразу такое положительное отношение к учению. Вот, значит, мы говорим, что надо понимать природу ребенка. Вот этот мальчик, про который я говорю, это ребенок-манипулятор. Сейчас я поговорю с вами про твердость. Я уже съедаю все время. Вот это очень важная вещь – различать эту твердость и жесткость. Вот это, фактически, мы говорим про основу авторитета. Этот парень говорит своей бабушке, «Знаешь, бабушка, я тебя люблю, когда мамы нет, а когда мамы есть – нет». Я говорю, у вас такой парень, что никакие его слова нельзя оставлять без ответа. Вам понятно? Такие слова нельзя оставлять без ответа. А что сказать? Я говорю, а сказать надо то, что наша общая подруга Эля говорит своим малоприятным внучкам, наглым. Она, Эля бы сказала, она ангелическая, а Эля бы сказала, «А я тебя всегда люблю». Понятно? А я тебя всегда… Ты меня любишь только, когда мамы нет? А я тебя всегда люблю. Нам надо дать другую модель поведения. Понятно? Что нельзя, во-первых, нельзя обижаться. Это невозможно обижаться на ребенка. Можно переживать. Я всегда цитирую эту же самую свою подругу Эля. Мне кажется, я всем рассказываю, по-моему, всем очень нравится. У нее были очень сложные отношения с мужем. Он ушел, в конце концов. Ну, как-то он себя вел, как попало. И она очень добрая. Я говорю, ну что? Что там происходит? Она говорит, знаешь, вот оцените, какая красота. Расстраиваюсь до нелюбви. Расстраиваюсь до нелюбви. Понимаете как? Значит, нам говорят, мы не должны разлюбить ребенка. Есть еще такая замечательная книга, может быть, вам попадется. Запишите, американский психотерапевт, протестант. Рос Кэмпбелл. Рос В.С. Кэмпбелл. Как на самом деле любить детей? Как на самом деле любить детей? И он говорит, когда вы наказываете ребенка, он все равно должен знать и видеть, что вы любите его. Это, товарищи, дорогие мои, извините за пошлость. Бысший пилотаж. Это высший пилотаж. Чтоб так его любить, да? А когда расстраиваетесь до нелюбви, что делать? Сказать, ну расстраивались. Вот я хочу сказать, что как нельзя наказывать, сейчас как бы устала, как нельзя на это. Нельзя наказывать никогда ребенка лишением любви. Сказать, я тебя не люблю. Я таких мальчиков не люблю. Такие мальчики плохие мне не нравятся. Я таких мальчиков плохих не люблю. Это нельзя. Понятно? Я бы сказала, человек должен. Он не может так делать. Это нельзя. Нельзя наказывать лишением любви. Я думаю, можно дать понять ребенку, что сейчас вы расстраиваетесь до нелюбви. Понятно? Вот когда она сказала, когда он сказал, этот парень, мои знакомые, таким, как ты, нельзя иметь детей. Это нельзя ставить. Это нельзя ставить. Понимаете? Надо ответить. Как ответить? Это очень трудно. Понимаете? Как ответить? Нет. Показывай ему свою слабость. Не давай ему над собой возвышаться. Ну, я бы на свой характер сказала, слушай, я очень расстроилась тем, что ты сказал. Я, главное, знаю, что ты знал, что я расстроюсь. Он нарочно ты сказал. Ты знал, что мне будет больно. И ты сказала, вот это мне больно. Поэтому давай я сейчас похожу, помою посуду свою, а потом мы с тобой поиграем. Сейчас я не могу. Я не могу. Ты мне сделал больно, я не могу. Он это поймет, я думаю. Понимаете? Поэтому надо, чтобы, если вы чувствуете, что вы расстроены, разочарованы, пусть он это видит, пусть он знает, почему это. Да? Но только не надо ему мстить, не надо его за это, нельзя этим унижать. Понимаете? Вот я вам говорю, какая тонкая вещь, вот это эффективное родительство. У нас авторитет должен быть всегда на уровне. Правильно? И одновременно нам надо быть честными, честными, понимаете? Искренними и любящими. Это как? Нам надо быть полном. Не ругался бабушкой, не ругался матом, не воровал. И при этом быть любящими, нежными, заботливыми, хорошими и так далее. Очень трудная история. Значит, я скажу, как не надо наказывать. Это очень важно. Но проблема наказания очень важна. Она имеет отношение к насилию. Что бы ребенок ни сделал, они могут делать всякие гадости. Например, подделать дневник. Ну, сколько угодно, правильно? Украсть деньги из дома. Там, обидеть бабушку, побить младшего. Ну, я не знаю, мало ли что. Ну, как-то сильный какой-то проступок. Я хочу сказать, что, чего нельзя делать. Нет, скажу сначала, как все-таки психологи, педагоги советуют. Надо лишить его удовольствия. У всякого свое удовольствие. Сейчас слышали. У всякого свое удовольствие. Например, там, запретить смотреть, играть в компьютер, там, не знаю, что-то не купить, что обещал, и так далее. Чего нельзя категорически. Нельзя ему лишать его дня рождения, его, собственно. Иначе получится, что вы отвергаете значимость факта его рождения. Правильно? Так понятно? Новый год тоже ни в коем случае. А вот не пустить к другу на день рождения, ну, мне кажется, что бывают такие простудки, что можно это себе позволить. Значит, пожалуйста, что касается физических наказаний. Физических наказаний никакой психолог не скажет. Бейте, нас били, и вот какие хорошие люди вышли. Никто не скажет. Насчет битья никто не скажет. По лицу ни в коем случае. Но один господин, которого я растила, глядя на меня, мне лицо в 13 лет, сказал матерное слово. Я его раз по губам. Он говорит, и больно. Я говорю, я не хочу больно. Да я не тебе. Я бы на тебя смотрел. Я бы не пускала в море, где штормила. Понимаете? Уже это были отношения стенка на стенку. Я говорю, Гриша, никого нет. Сегодня плохое море. Я не хочу тебя пускать. Ау, я тебя презираю, ты боишься. Да, я боюсь, но я не хочу и тебя. И тогда он очень добрый и любит меня и посидеть. Понимаете? Никто это советовать не может. Вы сами почувствуете. Тогда вы лучше на эти руки распустить, шлепнуть. Я только могу из своего опыта с ним. У меня своих детей нет, а я его растила. Значит, я помню, ему было 3 года, и что-то он баловался, и я его нашлепала. И все плакали. Таня, как же, побила Гришу. Ну и побила, нашлепала. Я сказала, Гриша, что было вчера? Ну и подрались. Ну и подрались. Я себя нашлепала, что ты там у бабушки баловался. Я обещаю, что этого не будет. А когда он был 12 лет, что-то он сделал дикое. то руки помыл в кастрюльке, где варили картошку. Ну какую-то... Я ему так через джинсы. Он говорит, ты же сказал, что никогда не будешь меня обидеть. Я говорю, я тебя не бью, я тебя врезала. Вот эти всякие нюансы, понимаете, врезал, шлепнул. Ну, я бы сказала так, распускать руки, когда вы не злитесь. Если вы злитесь, держитесь в зорке, надо распускать руки. Вот. Поэтому оскорбления. Дурак, дебил, отдам детский дом, лодырь. Родители говорят, когда работают, делают уроки с детьми, они абсолютно не контролируют, что они говорят. Поэтому максимально... Да, заключение я хочу сказать, что одна из форм наказания это нотация. Нотация. Избегайте всяких нотаций. Вы можете потерять авторитет. Вот что очень важно. Почему нотация опасна? Она обесценивает ваше слово. Раз сказали, два, все. Следи за тем, чтобы вас слушали, ну, в лучшем случае, двух-трех раз. Поэтому последнее моё суждение будет насчет того, что такое твердость родительская. Вот. Я иногда спрашиваю у родителей. Вот родители, мать бывает твердая, властная, директивная, не твердая, и не властная, вот такая вот. Оцените себя по какой-то системе. Понимаете, что родители трудных детей чаще всего бывают директивные. У них нет настоящей властности, у них нет настоящей твердости. Я это называю вторичная властность. если мать по-настоящему властной женщины не имеет этой природы твердой, сильной в себе, она притворяется властной. Давайте напишем, пожалуйста, ребенок не будет слушать. Не будет слушать мать, в которой нет настоящей властности или нет настоящей твердости. Он не будет, он будет избегать, поэтому надо очень внимательно смотреть, почему он непослушный. Это бывает и в психической больнике, всякие бывают. Но когда нет, он не слушается, потому что он не боится, он не боится, правильно? Он не боится еще и потому, что он знает, что не за что уважать, не нет твердости. Она на него вот так прет. И вот у директивных и слабых матерей упрямые дети. Если кто-нибудь женится на упрямом мужчине, ищите в анамнезе в прошлом такую мать. Это становится упрямство ребенка, который не уважает и не боится свою мать, которая требовательная в самом дурном смысле, развивается упрямство как черта характера. Это очень трудно потом исправить. Вы видели упрямых мужчин? Это чаще всего бывает у мужчин, у мальчиков. Мальчики развивают себя это упрямство, не желая подчиняться, а он делает все в подростковом возрасте. А что она с ним будет сделать? Что она будет бить? Она не может. Кричать у нее нет механизма воздействия. Ее не боятся, ее не уважают. Поэтому а я не знаю, а я не слышу, а я не помню. Все, и ужас. Убери, пожалуйста, с собой это. Самая проблема. Значит, что касается воли, это целый большой рассказ, поэтому я сейчас набросала, как бы в общих чертах, нам надо уходить, вам нужно слушать другого лектора, вот в общих чертах я то, что мне сейчас кажется очень важным. Если понятно, кто такой эффективный родитель, это эффективный родитель, который обращен к ребенку всем своим вниманием, всей своей личности, он обращен к ребенку. Он изменяется, он сам изменяется вместе с развитием ребенка. Правильно? он анализирует свое поведение. Ему интересно воспитывать ребенка. Он идет вместе с ним. Это не какая-то повинность, он не повинность отбывает, да? Он живет рядом с любимым существом, за которое он отвечает. Эта ответственность требует творчества, смелости, большой понимания и честности понимания себя и развития. Поэтому, дорогие мои, развивайтесь, учитесь, если нужны еще лекции встретимся. Да, Елена Павловна, можно вопрос? Обязательно. Просто, как бы, на будущее. Мы при первых встречах много обсуждали детско-родительскую зависимость. Вот, могли бы несколько слов обозначить, потому что, может быть, следующая встреча может по этой тематике, да? Это значит, больших проблем. Нет, значит, я хочу вам сказать, проблема тогда, она должна быть такая, зависимость и серьезность. Значит, я когда рассказываю, у меня я показываю на руках всякие штуки. Вот семья, где нет никаких зависимостей, пара, отец, дети, родители, это вот такая, где люди, они находятся в какой-то общности, и между ними воздух, да? Это, это общность. Каждый свободен, каждый, я ребенку говорю, ты пойдешь в другую жизнь. В этом драма родительства, мы не для себя его растим, а растим для другого, правда? Чтобы он ушел в другую жизнь, оставил нас, и мы будем вместе только тогда, когда между нами настоящая дружба, настоящая любовь. Ну, про это отдельная надежда. Значит, я что хочу сказать, зависимость, вот эта властная мать, это я так показываю, как вверху. Зависимость, это властная мать, и вот реакция вот такая, причиняющийся не ребенок. Сами понимаете, каким он будет дальше. А есть, я была, вот, я другой тип зависимости, это ребенок, который все время конфликтует, борется, но вырваться невозможно, она держит. Это долго, это долго, даже, это очень долго, это даже, может быть, люди зависят от родителей уже умерших. Это очень серьезная история. Значит, а есть симбиоз, вот так, когда держишь вот так, оба друг друга. Это очень страшно, когда это мужчина, потому что мать его не отпустит. Он будет жениться, она будет его держать, звонить каждую минуту. Коля, приди, там, оторвалась занавеска туда-сюда, она будет его держать, он будет привязан, это очень трудно. Вот, так что, если надо, зависимость и зависимость, если это одна из острых тем, то, пожалуйста, мы можем это как-то поделать. Мне кажется, еще очень важная тема, это развитие воли. Это вообще ничего неизвестно, правда. Еще одну тему, которую помню, одна мама в председании, при разговоре, говорит, моей дочери 30 лет, она еще не целована. вот это создание семьи, вот у нас сидит, Светлана, выпускница нашего факультета, друг Лука, из-за у нас приехал, пять лет дружить, и будем надеяться, что вот студент Александр, который на днях расписывается, заявление подает, и так далее, секреты раскрывают, у нас создают семьи, и это очень важно, и факультет этому способствует, что они вместе учатся, и знакомятся, поэтому именно проблема, да, вот именно создание семьи, волнует и родителей, что дальше будет, так это вот, помните, одна мама, как я сказала, моя дочь, лица цвета, она красивая, говорит, а еще не целую. Слушайте, это очень сложная вещь, это, об этом лучше говорить, я думаю, на каких-то занятиях групповых, или на консультации, если у кого-то есть такая проблема, так, я хочу сказать, если у вас есть какие-то проблемы, которые вы чувствуете, вы мне можете доверить, тогда вы возьмете мой телефон, и мы можем встретиться, и мы можем сделать, вот то, что мне нравится, какую-то тематическую группу, мы можем встретиться на тему какую-то, чтобы так вот мы не полим сидели, а вот собрались, и положим кому-то, положим, соберется энное количество родителей, у которых огромная проблема это развитие воли, скажем, у ребенка. Да, 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 это, это, Татьяна Павловна, помните, когда мы говорили, что мы с определенной регулярностью будем делать наши встречи, и у нас, я пока не хочу выпустить, я понимаю, секунду, вот, Татьяна Павловна, очень много знает, огромный практический опыт, и хотел, чтобы вы своим опытом, жизненным опытом, своей мудростью, делили, да, с нашими родителями, и тогда же, да, вот, 30, 30, 30, 30, я думала, с тобой, так, 8, 4, я, этот, 8, 9909, 689, 86, 35, Татьяна Павловна, Татьяна Павловна, да, Татьяна Павловна, 9909, огромное спасибо, 8, 9909, 689, 8, 630, подождите, вот, Татьяна Павловна, это вот наш любимый преподаватель, и мы хотели, с ней будем продолжать встречу, сегодня, из-за юбилея, вот такая ситуация, что она должна была уйти, мы с ней уже в течение года обсуждаем проблемы отношений, когда в семье ребенок с проблемами здоровья, вот, и она в течение года уже встречалась с родителями, вот у нас есть родители, которые уже не первый раз приходят на ее встречу, и мы хотим продолжить с ней встречу, с какой-то регуляцией, может быть, месяц, один раз, да, определим, и через рассылку будем, как раз, на это рассылать. Сейчас я хотел, так как с ней, Татьяна Павловна, такую короченную встречу, я хотел попросить, обозначить одну проблему, которая для нас, для каждого из нас актуальна, это эмоциональное выгорание. Про это будет более подробный разговор дальше, да, и мы можем провести тренинги, и так далее, эту проблему мы будем постоянно обсуждать, я на себе это ощущаю, эффект эмоционального выгорания, и каждый ощущает, естественно, что многие родители, у кого ребенок с проблемами здоровья, действительно живут в таких экстремальных ситуациях, когда одна мама пришла, и мы три часа, в шести до девяти, обсуждали проблему там, связанную с жизнью, дочери, и открылись такие стороны, которых мы никогда не видим, и мама рассказала, действительно, я понял, каких сложных, экстремальных, да, ситуаций приходит, потому что после работы бежит домой, надо за него ребенок помогать, чтобы он там искать, и не то же с ребенком, с отдыха практически нету, правильно, и это действительно очень сложная ситуация, вот, одна мама тоже пришла, сказала, говорит, вот нам бы дали психологическое образование, мы-то никуда, просто наша такая судьба, так сложилась, да, и нам очень нужны психологические знания, и если мы психологическое образование, наверное, мы лучше всего, как бы могли помочь для других, проблема эмоционального выгорания, она очень актуальна, наш преподаватель, Светлана Борисовна Мохова, сейчас пока подождите, сейчас давайте презентацию, потому что это надо было раньше, мы планируем возможные тренинги, Татяна Борисовна очень любит групповые методы работы, мы в апреле заказали, по видникам, базу, вот это, центр полнительного образования, департамента Москвы, департамента образования, мы в апреле, где-то прошлого года, на два дня вывезли, пять родителей, или шесть родителей нашего факультета, у нас база заказ, на базу вообще на 50 мест, мы будем рады, если, допустим, подключить, если мы через рассылку, да, наши встречи, будем об этом говорить, и мы Татьяну Павловну возьмем, и там можно, и тренинги, и приседы, это только родители, но для детей можно что-то придумать отдельно, да, там, отдельную программу, дети тоже могут поедать, но для них можно что-то другое делать, да, если вы дети, вот, да, можно, я думаю, взять, мы можем исполнивать 50 мест, более чем достаточно, для родителей, для детей можем, наши психологи могут для них проводить, там, тренинги, общение какое, правильно, а для родителей мы можем, плюс там есть и сауна, можно и покупаться, вот, там у нас заказано на 2 дня, на 2 дня, стоимость 500 рублей, мы оплачиваем только питание, больше ничего, а сутки 500 рублей, сутки 500 рублей, вот, то есть очень хорошее, и поэтому, как бы, кто вот поддерживает, кто считает, что это целесообразно, мы с радостью начнем формировать группу, и за это время вы бы лучше познакомитесь с Татьяной Павловной, да, мы сделаем, наверное, месяц по одной встрече такой, это сегодня такой первая встреча, мы волновались, а сколько придет, у нас там немало уже смотрят, это очень хорошо, что потом я представлю коллег, которые пришли из разных организаций, и так далее, вот, сейчас я тогда, Светлане Парисовне, попрошу, представить по этой теме, Мохова, Светлана Парисовна, Мохова, вот, и этим занимается, углубленно проводит тренинги, я думаю, что будет возможность детально потом обсудить. Лада, приветствую всех. По эмоциональному выгоранию мы вообще собираемся сделать тренинг, потому что это такое, в общем, дело, что проблема отчасти, она всем безусловно знакома, потому что, конечно, сталкиваются люди с такими ощущениями, с такими конкретно ощущениями, мы сейчас даже включим и слайдики посмотрим, про ощущения, вот, и поскольку это действительно такая проблема массовая, то есть она действительно уже каждого касается, эта проблема, причем мы за сколько летом готовили эту программу, вот летом мы анализировали специалистов, которые подвержены этой проблеме эмоционального выгорания, то есть люди, которые в силу своей работы оказываются вытронуты так или иначе этой проблемой. И сначала мы, ну, как бы очевидно, что вот люди в профессии, которые наиболее такие нервные стрессовые работы, то есть спасатели, пожарные, врачи скорой помощи особенно, вот, а потом мы подумали минуту, и поняли, что, ну, вот, если врачи, то точно не только скорой помощи. Да, и потом... Психологи, педагоги. Да, потом вот так вот и начало расширяться, что вот и психологи, а вот и педагоги. А поскольку эта проблема, она именно затрагивает людей эмоционально вовлеченных, то вот у нас на глазах, просто когда мы об этом думали, да, чем больше думали, тем оно шире расползалось. Получилось, что буквально каждый человек, который эмоционально вовлечен в то, что он делает, он оказывается в группе риска по эмоциональному выгоранию. Просто оно может иметь разную природу. Где-то это будет профессиональное выгорание, профессиональная информация, а где-то оно будет касаться, ну, других сфер общения, там, вот личностных, куда человек вовлечен. Соответственно, все люди, которые, ну, вообще, вот они с людьми так или иначе связаны, то есть туда входят все, вот, менеджеры, продавцы, педагоги все, и родители, в силу тоже специфики взаимодействия, поскольку оно круглосуточное, а отпусков и выходных ему, пока, не предусмотрено. Вот, оказывается, тоже в группе риска по такой опасной проблеме. Значит, опасность, собственно, в чем? Ну, вот исследования от этой темы, они начались с профессиональных приложений, и получилось так, что вот у нас специалисты, вот они работают на нервных работах, которые требуют таких затрат энергии, психическое на всякое сочувствие, на подстройку к неожиданно меняющимся обстоятельствам. Вот человек готов-готов, а через некоторое время смотришь, а он уже и не готов. А неготовность как проявляется? Вот мы все это можем наблюдать на примере работников, например, ну, вот социальный сервис, социальные работники в организациях, которые полагают поддерживать, сопровождение такого вот социального плана. Вот мы видим, люди бывают на редкость такие бесчувственные, а вот эмоциональное выгорание, они не спустите, пожалуйста. То есть они вроде бы так что-то делают, но они от своей какой-то бумажки не отходят уже ни влево, ни вправо, и какого-то человеческого участия там и не дождешься. Вот. Это проблема работника. То есть это эмоциональное выгорание, профессиональная деформация работника. Вот у нас пожарных началось. А постепенно входя в эту тему, мы увидели, что вот, да, действительно, не только, совсем не только экстремальных специалистов это касается, то есть даже во многом это затрагивает людей, которые, казалось бы, ну вот ничего особенного вроде бы не делают, а поскольку очень сильно эмоционально вовлечены в какой-то процесс, и не имеют ни отдыха, ни возможности переключения, то вот они начинают страдать. Страдание, собственно, оно в чем заключается? Оно заключается... Да, вот так вот мы посмотрим. Ну, мы на кассу это читать не будем, наверное, правильно? Потому что там много слов. Вот мы так немножко. Вот частые случаи именно ощущения, которые приводят к эмоциональному выгоранию. Видно за моей спиной что-нибудь? Вот как нарисовано здесь на примере работника. То же самое происходит на примере любого другого человеческого опыта, а именно то, что человек оказывается единственным ответственным за много разных задач. Вот. Эти задачи его где-то разрывают на части, то есть он должен уследить за многими объектами сразу, у него нету возможности сосредоточиться на себе, на своих ощущениях, на том, чего он хочет, что он может, что у него лучше, хуже получается. То есть он уже не успевает не рефлексировать, ничего такого своего переживать. Это состояние начальной стадии эмоционального выгорания, то есть это состояние, которое запускает все дальнейшие процессы. То есть просто человек оказывается много куда вовлечен, и он так следит за широким полем явлений, и ему становится не до себя, не до своих ощущений. И вот в этот момент он попадает, собственно, в группу риска. Вот. Но у нас про это тренинг, поэтому я думаю, что если мы соберемся его сделать, то вот где-то к этому моменту полагается ряд упражнений для того, чтобы отловить собственные свои ощущения. Как вот это ощущение головокружения и разрывания на куски, вот оно сменяется чем-то таким. То есть человек, он понимает, что его на всех не хватит. То есть всего много, а его мало. Да? И в этот момент он вот пакет на голову, и все. И только по бумажке. Вот сколько у него есть в должностной инструкции, вот столько он может выдать. А больше нет. То есть все, как бы он уже может энергично противостоять всему остальному. И в таком состоянии, вот почему оно является, с одной стороны, просто следующим этапом эмоционального выгорания, а с другой стороны, это состояние уже такой, ну, является клинической формой эмоционального выгорания, моментом, с которого человека нужно уже не профилактировать, а вот лечить конкретно от этого расстройства. Потому что вот это ощущение, такой изолированности от мира, какой-то изолированности от себя самого и от всего происходящего, вот оно, конечно, даже изнутри переживается не как здоровое. Человеку оно, ну, как бы не очень комфортно. И ощущение недовольства собой, недовольства своей жизнью, оно переходит в ощущение потери смысла жизни, типа, ну, такой маршрут, я не справляюсь, а я и не могу, да это все никому и не нужно. Вот, такой маршрут происходит. То есть сначала где-то еще, вот в этом моменте, возникает чувство, что всего так много, я не справляюсь, надо быстрее, быстрее, надо вот прямо все бросить и немножко не отвлекаться, и вот приниматься вот этим всем, что срочно нужно. Вот, и нарастает это ощущение, что я не справляюсь. И оно переходит быстро в следующую фазу, что я плохой, наверное. Ну, это может касаться вот, как Татьяна Павловна сейчас говорила, что я плохой родитель, ну, я не справляюсь, вот я не могу порваться на тысячу маленьких медвежа. Значит, я плохой родитель. Вот. Или, там, я плохой работник, да. А поскольку человек не может в значимой для себя сфере смириться с тем, что он плохой. Ну, то есть если он считает работу важной, он не может считать, что он плохой работник. Если он считает родительство важным, он не может жить тем, что он плохой родитель. Вот следующий этап, это такое, что, ну, обесценивание самой проблемы. То есть, значит, это никому и не нужно. Начинает думать человек, И с этого момента начинаются тяжелые личностные преобразования, по поводу которых, собственно, от этого и лечат. То есть это такая бесчувственность, черствость. Ну, она проявляется во внешнем поведении, по отношению к другим, но по отношению к себе это тоже очень такое отношение нездоровое. Вот цикл, который приводит к эмоциональному выгоранию на основании работ. То есть вот человек в силу недостаточности умений и навыков, вот он испытывает сложности и он не справляется. Или он оказывается в ситуации, когда работа, она не соответствует его ценностям, не соответствует его ожиданиям. Ну, так бывает, вот, например, с теми специалистами, с которых мы начали с пожарными. Там получалось такое, что молодые люди после армии идут в пожарные, потому что они хотят людей спасать. Вот. Они приходят людей спасать, и оказывается, что ничего нет. То есть шлангов нет, ну, этих рукава они их называют. Нет рукавов техники, нет. Беспечеров нет, ничего нет. И пожарных, собственно, тоже нет. Вот. И начинают они работать, один человек в три смены, потому что зарплата у него 8 тысяч. И чтобы что-нибудь заработать, вот там 24 тысячи, чтобы было, да, вот он работает за троих. Дома он не бывает, нигде он не бывает, жизни никакой не видим. А главное, он понимает, что такими техническими средствами спасать никого нельзя, потому что пожарные люки не работают в домах, они не работают на улице. Короче, вот просто ужас. Да, и это называется несоответствие работы ожиданиям, потребностям и ценностям. И через короткое время человек выясняет, что, ну, вот, да, напрягается, он усилия прилагает, преодолевает какие-то препятствия, которых могло бы не быть. И в скором времени он переходит к состоянию стресса, собственно. А это состояние, оно не видно снаружи, состояние работника внутри. Да, вот в человеке накопилось силу невозможности с чем-то справиться. И снаружи, ну, он как-то справляется же все-таки, да, то есть мы же даже не знаем, насколько у нас плохо все с пожарной охраной на самом деле. Вот. И внутри, тем не менее, это все как-то бурлит и гасится. И вот у каждого человека, который переходит с этапа большого количества проблем, к этапу такого чувства длины за то, что он не справляется с этими проблемами, вот внутри разгорается так вот поэтапно такое вот стрессовое состояние. Стрессовое состояние у нас еще сто лет назад Ганн Селье научил, как оно протекает, какие этапы проходят, каким образом развивается стрессовая динамика. Ну, мы ему верим, мы не имеем оснований ему, не верить психофизиологу. И вот как раз наглядно здесь мы видим, что стадия тревоги, когда человек еще пытается как-то решить свою проблему личностную, пытается мобилизоваться, собраться с силами, с ресурсами, она приводит к стадии сопротивления, когда человек, ну, чаще всего это вливается в то, что человек просто спит меньше, то есть он решает больше проблем, меньше спит, соответственно, усталость в нем накапливается, вот. И, например, то, что он меньше спит, ему же надо чем-то компенсировать, ну, вот он, например, больше ест. Или там некоторые люди, наоборот, меньше едят в такой ситуации. И многие люди курят в такой ситуации, потому что вот человек, ну, как бы эмоционально упавший, там у него по психофизиологическим функциям такое начинается снижение, и ему надо себя как-то бодрить, и тонизировать, вот он начинает себя тонизировать, то есть где-то здесь появляются различные вредные химические зависимости и поведенческие вредные зависимости, ну, такие как вот игромания, то есть все, что может тонизировать, оно вот где-то здесь вот как раз приобретается. И конец этому мы вот тут не очень видим, потому что там надо чего-то нажать. Ну, вот, ух ты, а здесь тоже нет, а здесь 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 нет. Да, и мы видим, да, вот стадия истощения, она тут так наглядно нарисована. Да, это психосоматические заболевания, которые приобретаются, казалось бы, без особого повода, просто длительным пребыванием в ситуации, которую мы называем ситуацией психогении. То есть человек напрягается, и его ресурсы в какой-то момент оказываются недостаточными для того, чтобы себя поддерживать в работоспособном состоянии. Вот, это, конечно, само по себе с проблемами здоровья связано. Так, мы погружаться не будем, нет, не думайте. Это погружаться, это много времени надо. Сегодня это коротко, потому что мы хотим познакомиться, обсудить саму идею, нашу встречу. Да. Поэтому сейчас несколько только таких главных слов, а потом... Да, поэтому только вот буквально самые такие основы, что для того, чтобы человек был склонен к состоянию эмоционального выгорания, чтобы вообще попасть в группу риска, к этому приводят такие негативные факторы, как условия работы некоторые, причем условия личности, такого личностного собственного склада. Потому что есть такие люди счастливые, которым бывает иногда все вот все равно, но хотя тоже там не всегда можно среди них дифференцировать тех, кому все равно, и это благополучно, ну то есть это хорошо для личности. И тех, кому тоже вроде бы все равно, но только это уже как раз именно глубокая стадия личностной деформации, и тогда ему нехорошо, даже если ему все равно. Вот, особенности работы. Причем я даже думаю, что это можно расширить и сказать, что это особенности проведения жизни, то есть особенности функционирования в целом, не только на работе, поскольку буквы очень мелкие, я вам прочитаю, что здесь написано, да, к условиям функционирования этого относятся в первую очередь напряженный ритм, эмоциональная нагрузка, это когда нужно сочувствовать, когда нужно сопереживать, когда делаешь что-то такое, что не может оставить равнодушным, и ты все равно переживаешь. Вот, то есть как бы соболезнуешь там или беспокоишься. Вот, это все эмоциональная нагрузка. Потом отсутствие должного вознаграждения за выполненную работу, материального и психологического, что находит человека на мысль, что эта его работа не имеет ценности. По поводу вот этого вознаграждения у меня очень жив в памяти эпизод, как наши психологи с экстремальной психологией ездили в Беслан поддерживать тех, кто пережил ухрагетию. Туда поехали группы поддержки, ну вот от нас поехали, поехали из Германии, там, повсюду поехали, из Израиля. И вот, ну, наши-то коллеги, они рассказывали, что их очень поразило, что они приехали туда 10 дней, отработали с родителями, которые, значит, пострадали при этом взрыве вообще. И вот, после этих 10 дней они вернулись сюда и вышли на работу на завтра. То есть такая командировка на 10 дней, а потом сюда и к работе. А группа психологов из Германии, она тоже приехала туда, но она приехала не на 10 дней, а на 5. А после этого их всей группой, вот как они отработали, их на 3 недели повезли в рай на Мёртвое море с фанаторией реабилитации. Потому что всё правильно, конечно. Психолог, ну, экстремальный психолог, который с такими страшными случаями работает, он же не может не сочувствовать, правильно? Ну вот, он же не может отключить эту человеческую составляющую, оставить её дома. В хорошем месте, да, сам поехать на работу куда-то. Он её возит с собой, и она деформируется, она испытывает нагрузку. Эта нагрузка не может быть постоянной. А вот, кстати, у родителей эта нагрузка постоянная, потому что они могут не переживать. Вот, то есть, ну, мы не можем же сказать, там, ну, вот живи-то хочешь, там, какой человек ты есть, ну, вот тут и получишь, успокоиться на этом, правильно? Мы сейчас-то переживаем, правильно? Вот. Особенности личности, которые тоже способствуют накоплению этих вредных факторов. Это идеалистически восторженное отношение к работе в самом начале. Ну, такой вообще идеализм, да, и такие высокие требования. Мечтательность, склонность к фантазированию, а также склонность к сочувствию, сопереживанию людям. Тоже это личностное обстоятельство, которое ставит человека в группу риска по эмоциональному выгоранию. Вот. И поскольку такое, чтобы человек, ну, не мечтал, как бы, о хорошем, и, ну, не мечтал быть, вот, ну, героем, быть лучше, чем есть, и чтобы он не был склонен к сочувствованию, сопереживанию людям, ну, это, наверное, только очень плохой человек был. Да, и поскольку таких, в общем, мало, то получается, что, да, практически все затрагивают. И в целом это и тоже вышесказанное, что синдром эмоционального выгорания, это механизм психологической защиты, в форме исключения эмоций в ответ за травмирующие переживания. Поскольку исключение эмоций, оно вообще помогает мало, потому что, с одной стороны, да, не нервничаешь, да, не вовлекаешься, а с другой стороны, вот, исключаешь эмоции, и чувство удовольствия пропадает тоже. Ну, вот и все, собственно, и после этого тоже, как бы, жить достаточно трудно. И если мы с самого начала говорили о том, что много задач, человек между ними разрывается, и это тяжело, то когда еще из этого вот исключить эмоции, то исчезает еще чувство удовольствия и чувство гордости засадеянное. И тогда получается, что, ну, единственное подкрепление, которое точно могло быть, такое эмоциональное самоподкрепление и чувство вот гордости заседа и довольства происходящим, оно тоже исчезает. Вот, поэтому есть некоторые меры, которые, ну, рекомендуются вообще всем и всегда для того, чтобы обезопасить себя на ранних этапах от такой печальной перспективы. Это в первую очередь, вот здесь, нормирование рабочей нагрузки, определенность в оценке выполняемой работы. То есть оценить для себя, определить заранее, что вы оцените как достаточно хорошую работу и достаточно успешное выполнение. А что вы будете считать как уже перевыполнение и уже большой успех, а не просто успех. А что вы будете считать недостаточно хорошим. То есть в ситуациях, когда особенно эти оценки не очевидны, то их нужно самостоятельно для себя продумать. С какого момента вы будете начинать испытывать чувство удовлетворенности и скажете себе, что вот вы молодец. Да, вот получается такое нормирование. Потом социальная поддержка со стороны коллег, руководства со стороны окружающих людей вообще. И исключение двусмысленных и неоднозначных требований. То есть когда человек еще вынужден бороться с неоднозначными требованиями, в смысле как между двух огней, там куда они кинь всюду клины, между молотом и наковальней, вот это все человеку нехорошо. В этих условиях он сохраниться не может. И поэтому их хотя бы нужно разреживать, такие условия. Да, и личностные условия, которые помогают тоже себя сохранить от надвигающегося эмоционального выгорания, это наличие интересов помимо работы, уход от конкуренции, ну то есть чтобы не испытывать соревнования с другими и не доказывать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Навыки саморегуляции, навыки эмоционального общения и поддержание хорошей физической формы. То есть вот гормональную сферу регулировать, вот ее очень нужно, и адреналин, который раз выделившись, он блуждает по организму, и он вырабатывается только через работу в глазки мускулатуры, как вечно-полосатый, грубо говоря, вот. А больше он никак не исчезает из организма, то есть он там так просто рекипит иначе. Вот, поэтому занятия с культурой, они, конечно, нужны. Светлана Борисовна, я прошу прощения, есть психология эффекта незавершенного действия. Лучше догоняется то, что когда незавершено. Я хотел, чтобы у нас сегодня много приглашенных коллег, друзей, партнеров, хотелось обсудить какие-то ожидания, какие-то вопросы на будущее, а это мы продолжим в следующий раз. Это долгая тема, и она требует личностной проработки, поэтому так ознакомились немножко в целом, что есть такая проблема, и все. А теперь надо перескать к личностной проработке, она отдельно возребует дня. Да, поэтому будем как бы дальше продолжать потом эту тему, хорошо? Спасибо огромное. Светлана Борисовна вчера, в вечер вечера я, когда Татьяна Павловна поняла, что не можем ее задержать на два часа, вчера покупал перекрестки что-то и вспомнил, и говорю, Светлана Борисовна, приходите. Приходите. Спасибо большое. Сейчас я хотел бы, чтобы мы обменялись, какие ожидания, какие интересы, какие вопросы есть, которые... Потому что если наши встречи будут интересные, то никто не придет, и все разбегутся. Это мы можем приходить, если нам интересно, если мы здесь находим ответы на вопросы, которые нас волнуют и так далее. Ну, я хотел начинать представлять своих коллег, друзей, которые занимаются детьми с проблемами здоровья. И, наверное, разрешите сперва представить главного психолога Айшколы, Ирину Викторовну, Рыбину. Ирина Викторовна. Вот, Ирина Викторовна, каждый день работает с детьми, это вы говорите, иди сюда. Вот, Ирина Викторовна, работает главным психологом, в Айшколе, где учатся 300, уже не 300, детей с инвалидностью, да, и так далее. И работает с родителями, и с опытом еще семейный психотерапевт. Проходите, проходите, да, да, вот, из этой школы, вот, и некоторый свой опыт, плюс мы всегда рады, если круг наших лекторов будет расширяться, и всегда придут интересные преподаватели, да. Да, приятно познакомиться, мы действительно представляем Айшколу, теперь у нас не 300 детей, мало того, что у нас 300 детей учатся на основном образовании, дети с инвалидностью, разных мазологий. У нас еще есть порядка 500 детей, которые учатся в других московских школах, но получается у нас дополнительное образование. А с 1 августа мы лечим теперь, учим теперь детей, которые длительно лежат в стационарах московских больниц, больницы, которые имеют подчинение не только Москвы, но и федерального значения. То есть у нас сейчас порядка тысячи детей, которых мы учим именно непосредственно в больницах. Ну вот, такая у нас интересная школа, и если вам будет что-то важно узнать, интересно узнать, мы всегда можем вас проконсультировать, можем с вами встретить. Спасибо. Какие вопросы, Елена Григорьевна? Елена Григорьевна, которая работает в онкологической больнице на Каширке, непосредственно с детьми. И у нас она теперь с 1 февраля будет работать как семейный психотерапинт для наших родителей. Вот мы с вами тут находимся. Ну, только вы расскажите, какие вопросы обсуждаете с родителями, насколько это востребовано, насколько считаете это целесообразно, и так далее. Ну, на самом деле, вот я сейчас два слова просто скажу. На самом деле школа у нас молодая, ей 10 лет, и организовывалась она, когда детей было всего 43. 43 ребят. Ну, вот представляете, да, за 10 лет какая динамика. И, конечно, это единственная, пожалуй, сейчас школа в Москве, которая имеет общую образовательную программу, и при том имеет огромную службу психолого-педагогической поддержки. Ну, огромную, не огромную, но у нас специалистов, онтопедов, дефектологов, психологов сейчас уже 30. У нас вот здесь, я вижу, наши дорогие родители, ученика нашего Шахмана, да, они пришли послушать лейного психотерапевта. Я к чему говорю, то есть все время потребность была, конечно, для работы с родителями, но не было ресурсов. Ну, мы школа государственная, да, мы сейчас бюджетная, да, и поэтому все время мы пишем обоснования для того, чтобы, да, действительно, нашим детям нужна коррекционная поддержка. Да, действительно, нашим детям нужно психолого-педагогическое сопрождение, потому что образовательный процесс без специалистов узких, да, как вот в частных школах говорят, уроки мышления, самые дорогие уроки, уроки мышления, которые ведут психологи, логопеды, дефектологи. И мы все время пишем обоснования для того, чтобы, да, действительно, нам нужны средства на это. И как-то так всегда закрывали глаза на то, чтобы, ну, как-то на сопровождение детей давали деньги, давали ставки, давали специалистов. А на сопровождение родителей, ну, как-то не всегда, как-то это все вот обходилось, ну, что вы уже вот копаетесь, вот, этого и так уже много, чего у вас есть. И вот только в прошлом году мы все-таки как-то так застучали из-за того, что все-таки наши родители тоже нуждаются в колоссальной психологической поддержке. И мы, допустим, да, нас не хватает, нашего ресурса не хватает для того, чтобы помочь всем. Конечно же, ну, какими-то комментариями, да, какими-то консультациями, конечно, наши родители отделены. Хотя, конечно, они все идут, и, конечно, мы там что-то им говорим. Но это на такой вот системный подход еще не остановилось. Потому что, ну, не хватало ресурса. И только вот в этом году мы все-таки родили и пригласили, вот смогли Елену Григорьевну пригласить для того, чтобы уже начать системную работу с родителями. А с родителями у нас, с родителями детей, страдающих психиатрическими заболеваниями, в том числе шизофрении, у нас велась группа и ведется группа. Ну, это такая закрытая группа, потому что, ну, вы понимаете, не каждый родитель пустит туда другого человека, да, когда обсуждаются некоторые моменты их жизни. Ну, вот так. То есть, по сути, работа с родителями, она, конечно, ведется все время, но системная работа она выстраивается только сейчас, по прошествии 10 лет школы. В этом году, в феврале, у нас юбилей. Мы к нему готовимся. И, конечно, приглашаем всех родителей. Приглашаем также вас на неделю психологии. У нас неделя психологии проводится в школе традиционно каждую последнюю неделю февраля. Ну, это вот традиционная такая штука, где мы даже, ну, так, закрывая глаза, снимаем детей некоторых с уроков, развлекаем их, возим их по гостям. Ну, то есть, там все интересно. Если кому-то будет интересно, приезжайте, звоните, пишите, мы чего-нибудь с вами тоже примем. Ну, я не готов спрашиваю. Ну, задание, два слова. Здравствуйте. Очень приятно с вами буду познакомиться. Ирина Викторовна все рассказала. Поэтому, если будут желания и потребности, записывайтесь, обращайтесь. Я с удовольствием. Пока мы сидели за рюмкой чая, вы сказали очень важные... За чашкой, за чашкой. Хорошо, за чашкой. Сказали очень важные слова, которые я во время своей работы тоже пришел. Сказали, для того, чтобы работать с детьми, прежде всего надо начинать работать с родителями. Или эффективно работы нет с детьми, если нет работы с родителями. Я это понял, когда мы сделали первый выпуск, и стал вопросом, куда трудоустраивать. И мне сотрудники говорят, а может быть, родители не хотят, чтобы ребенок работал. А мы никогда с родителями этот вопрос вообще не обсуждали. И так не работали. Я понял, что это на это начали вместе обсуждать с родителями все эти вопросы. Дальше, когда я с одной мамой встречался из первого потока, которые к нам поступили, я разговариваю, она начинает плакать. Вот каждый раз, как только сейчас начинает говорить, у нее слезы в глазах. Когда я поехал домой в гости, посмотрел, как живут и так далее, я понял, в чем проблема. Естественно, это настолько требует энергетики. Действительно, человеку, когда вижу в семье, как складывается, сейчас там уже нет, там сбежали, оставили, да, там, или остались престарелые, там, родители, еще надо ухаживать. Это экстремальное условие. И когда она о своем сыне говорит, всегда слезы в глазах. Я понимаю, что насколько нужна психологическая поддержка, помощь, человеческое понимание и так далее. Потому что выжить в этой ситуации, это очень сложно, правильно? Не всегда, может быть, мы кому-то хотим об этом говорить, да, вот, в себе это как-то больше переживаем. А это никуда не уходит, это остается с нами. Если мы вглубь загоняем, то это только еще сложнее становится. Поэтому очень нужна и психологическая поддержка, помощь и так далее. Умные люди даже иногда говорят, знаете, когда к психологу приходят с каким-то вопросом, даже не столь важно, что говорит психолог. Важно отношения. Как относятся. Никакие умные слова употребляют, а именно отношения, которые испытывает человек. Я это видел, когда три часа, я беседовал с мамой, вот, и я чувствовал, когда она пришла вся напряжена, вот, по поводу дочери, там была конфликтная ситуация с одним преподавателем. Она тоже употребила фразу, когда написала мне письмо, говорит, у вас что, фашисты работали? Вот, она пришла на разговор понять, кто работает с ее дочерью. У ее дочери депрессивное состояние. Это действительно очень непростая ситуация. Вот, и она, когда три часа мы говорили, я видел, вот, ее изменение состояния, и было важно просто человеческое понимание, поддержка и так далее. Поэтому вот как раз объединяя наши силы, да, нам надо думать, как мы можем друг другу помочь. Спасибо большое, что вы... Ну, справедливости ради надо сказать о том, что, в общем, по сути, это же не разговоры на кухне, да, с подружками. Да. Это есть некоторые, ну, некоторые техники, некоторые, конечно, методики, да, которыми владеют специалисты, которые учатся, наверное, много лет, и только понимая и зная, да, как это приложить, как это прилонить на практику, они все-таки садятся консультировать с родителями. Не просто так вот. Конечно, выслушать-то оно, конечно, хорошо. Да. А что дальше с этим делать, правильно? Нужна просто... Да, вот. Хорошо, спасибо большое. Вы, как говорили, потом сказали. Спасибо большое. Мы уже давно дружим, и мы год тому назад, в феврале, после нашей конференции, когда собрали, сообсуждали. Ну, вот, вот год прошел, и мы своими что-то мы делали, но вот более широко взяли мы сегодня первый раз то, что мы обсуждали. Ну, во-первых, я хочу очередной раз сказать вам спасибо за вот эту вот встречу. У меня сейчас очень такая напряженная ситуация, я долго думала, пойти сюда или нет, потому что совершенно нет времени, и не жалею, что я все-таки сюда пришла. Сейчас ограничиваю все свои посещения, если возможно, к вам прихожу всегда, и нисколько не жалею. Каждый раз я просто, ну, выражаю вам свое восхищение о том, как вы можете подбирать людей, аудиторию, и, собственно, ваше отношение, оно дает вот такой заряд всем этим встречам очень положительный. Ну, что касается вот проблем, которые бы мне хотелось, чтобы поднимались вашими специалистами блестящими и, может быть, обсуждаются на тренингах, это вот проблема взрослых, уже выросших детей, особенно здоровья. И именно тяжелых, особенно тяжелых. Ну, я думаю, что проблемы у взрослых, даже с небольшими, так сказать, сложностями, они все равно есть в нашем мире таком достаточно жестком, где и трудно приложить себя в работе, и даже здоровым людям, ну, вот ваш студент с этим сталкивается, но когда это особенно тяжелые дети, дети, а теперь уже взрослые, и у них не родители, у них проблемы в дальнейшем их жизни, когда они не могут себя приложить, окончить школу, они выпадают из социальной, так сказать, сферы, у них ограничится редкий круг общений, они осознают тяжестовое положение, они задают вопрос о том, как им жить, нам, родителям, и, к сожалению, мы не можем дать на них ответ. Вот я лично сама нахожусь в такой ситуации, у меня сыну 25 лет в этом году будет с тяжелой формой ДЦП, и его, кстати, вот такие вопросы, на которые я не могу ответить, его часто тяжелое психологическое состояние из-за этого, я с этим не могу справиться, и хотелось бы вот сделать такой тренинг на эту тему, как, во-первых, помочь ребенку, официально у меня будет ребенок, каким образом дать ему опору в этой жизни психологическую, я имею в виду. То есть я, когда он был маленький, я могла еще ему говорить, что да, что-то будет, сейчас он понимает, что многого чего не будет, а ему хочется, и личной жизни, и самостоятельной жизни, и какого-то приложения в труде. Пока я прилагаю огромные усилия, родители различных организаций пытаются, что-то из-за жизни у нас нет ни мастерских таких, которые есть на Западе, ни там область проживания блестящих, где можно выбрать эту форму, и, в общем-то, существовать так, как и здоровы, этого всего нет, он это знает. Я не могу ему дать ответа положительных, но ему надо как-то жить и справляться со своим эмоциональным состоянием. И хотелось бы, чтобы психологи помогли сориентировать каким-то образом и ребенка, и родителей. То есть я сама понимаю, что находясь все время в состоянии, вот так сказать, мысли об этом, вот это то эмоциональное выгорание, о котором здесь шла речь, оно, конечно, просто захлестывает. Отвлекаюсь работой, отвлекаюсь общественной деятельностью, но постоянно думаешь об этом. И, может быть, это неправильно, может быть, технологии, которые бы от этого убили, иначе тупик психологический. Вот это та тема, которую бы мне хотелось, чтобы ваши лучшие психолисты, и, может быть, из других организаций, так-то обозначили. И я с удовольствием сюда сама и приведу своих знакомых родителей, которые находятся в точно таком же эмоциональном состоянии. Спасибо, Татьяна Ивановна. Огромное спасибо, что поддержали нас, что пришли сегодня и обозначили проблему, про которую действительно мы редко думаем, о взрослых, да, уже ситуация. Мы, кто со студентами работаем и думаем больше пока о студентах. Хотя, когда мы на факультете начинали, я поднимал вопрос, что нам нужно с родителями встречаться, мне некоторые сотрудники говорили, Борис Бруневич, а чего вы вмешиваетесь в жизнь наших студентов, да, им 18 плюс, и так далее, не принято в этом возрасте. Я понимаю, на дневном отделении, когда там нет проблем, здоровье, да, и так далее, вмешиваться в их жизнь нет, но это другая ситуация, правильно? И здесь мы должны поддерживать и понять, как вместе работать. Вот, спасибо, что вы нас поддерживаете, всегда активно участвуете. В прошлом году были, мы приглашали на конференцию и наши мероприятия. Спасибо, Татьяна Ивановна. Вот, сегодня с нами руководитель Центра спорта и реабилитации образования, да, наш настоящий друг Миндаль Александр Яковлевич, кандидат педагогических наук, раньше возглавлял до недавнего времени был зав. лабораторий профессионального образования и СУВЗ, средний институт среднего профессионального образования. Есть поговорка «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Вот это как раз в этой серии Александр Яковлевич всегда нас поддерживает, всегда помогает сегодня вместе с редактором газеты «Известия». Журналы детско-юдушеского туризма. Так, вам слово, Александр Яковлевич, расскажите. Да, ну, знаете, я начну продолжить, вернее, вот эту серию восхищений. Вы знаете, когда школа отказалась от этой проблемы воспитания, когда школа не приглашает родителей, даже не посоветоваться, в каких случаях помочь, большое удивление вызывает вот ваше собрание. И Воронеж Броневич, я хорошо знаю, проблемы, с которыми он здесь сталкивается, вот мне кажется, он из тех, чьей плюс во дворе вуза должен стоять при жизни. Вот мне так кажется. Это время. Да, это первое. Второе. Я Ирину Викторовну не очень давно слышал, и сейчас услышал второй раз. Я преклоняюсь перед вашим профессионализмом. Вы знаете, это так нечасто. Это так нечасто, когда возглавляют учреждения, люди профессиональные. Вот всякие другие это часто. А вот что профессионал, понимающий, знающий, болеющий, продуктивно работающий, это редко. У меня нет никакой возможности вам об этом сказать, поэтому говорю сейчас. Так, а теперь по нашим делам. Ну, мы с вами общаемся не вот в этой серьезной сфере научного осмысления. Мы с вами общаемся даже, я бы сказал так, в ненавязчивой сфере. Мы всего этого касаемся, но касаемся на отдыхе. А отдых это иная абсолютно среда. Здесь многие вещи забываются. И первое, что мне приятно, когда я прихожу в такую аудиторию, видеть лица тех, с кем мы встречались на середине. Мне кажется, это очень хороший показатель, что люди этим интересуются. И когда мы с вами говорим о том, что вот эти все проблемы, ведь вы с ними практически один на один и каждый день. И жизнь ваших детей, и ваша жизнь, она ведь не будет повторяться потом. Сейчас черновик, помучаетесь, а потом праздник. Что там потом мы с вами не знаем, только можем подозреваться. Поэтому вот сейчас, каждый день, надо, мне кажется, строить жизнь так, несмотря на все проблемы. Это не черновик, это наша самая настоящая жизнь. И вот когда есть возможность сделать то, что мы делаем, причем я-то с вами сприкасаюсь только летом чуть-чуть, а вот факультет вывозит вас на базы, где вы общаетесь, на экскурсии, теплоходные, там встречи и прочее. Мне кажется, это очень существенно. Поэтому, первое, я вам очень советую не отказываться от таких предложений факультета, потому что это и есть тот самый процесс нормальной человеческой жизни, нормального общения. Именно вот в этом многие вопросы решают. Вы знаете, сейчас наша организация предложила бесплатные билеты на паралимпийские игры в Сочи. Вот. И я предложил это нашей, кстати, вашей выпускнице, значит, нашей теперь сотруднице, но у нас все волонтеры. У нас учреждение не только небюджетное, оно вообще общественная организация, поэтому только волонтеры. И вот девочка, которая не нашла пока работы, она приходит к нам, работает на компьютере, занимается с пенсионерами, клуб идет для молодых инвалидов. Вот я предложил ей такую поездку. И она с удовольствием согласилась, мы уже ее, так сказать, оформили. И она мне говорит, значит, вы знаете, почему я с такой ревкостью согласился? У меня одна из проблем – это познакомиться с молодым человеком. Вот она считает, что эта среда подходящая. Что много молодежи, общения. Ну, я ее в этом очень поддержал, пожелал успеха. Сказала, Татьяна, я буду рад, если ты вернешься с партнером. У нас тогда, помните, как в фильме о простоквашенном у нас теперь два человека будет в этом деле. Поэтому мы с вами, я так надеюсь, будем продолжать наши встречи на середине. У нас, вы хорошо знаете, самое обеспечение, все сами за себя. Вот мы пока сидели с Людмилом Анатольевым, но они говорили. Надо сказать о Шпаро, о его возможности проводить такие встречи. И Людмила Анатольевна, об этом можно сказать. Я просто хочу сказать о принципиальной разнице того, что мы делаем с вами. И то, что делает Шпаро, совершенно не хуже. Мы с вами это делаем на самоорганизации. Вот мы встретились, почитали, сколько столь продуктов. Потом Ирина Валерьевна там эти коробки с продуктами обеспечивает. Вы сами находите себе автобус, на нем приезжаете. Сами себя готовите, в общем, все делаете сами. А потом мы еще считаем, сколько нам стоит заплатить за охотбазу, за что-то. Разбрасываем это на всех. Вот наша самоорганизация. У Шпаро, я бы сказал, то же самое, но как у Сумуа. То же самое, но за деньги. И за большие деньги, да. Если есть возможность у вас через департамент образования заявиться туда, как участники его мероприятий, я думаю, что это может быть совершенно нормально. Я не уверен, правда, что он вот в таком количестве может взять много тех, кто на колясках и прочее. Потому что мы же знакомы. И поэтому, когда у него мероприятие, можно взять одного, двоих, три человека взять, потом взять волонтеров, человек 20, которые будут вокруг ходить. То есть вот такого может и не быть. Но я это совершенно не отвергаю. Мы не конкуренты. Потому что мы это делаем. У нас это не бизнес, у нас просто нормальное общение. Мы не конкуренты. Но знаете, такая возможность тоже есть. А про наши дела хочу сказать следующее. Телегер, надеюсь, будет. Ваше участие меня сподвигло еще на очень серьезное дело. Вот вы несколько лет приезжали. Я поверил в то, что вообще система уже. И вот в феврале месяце я сейчас на порядке выкупаю кусочек земли на озере. Там земли найти невозможно. Она уже вся тысяча распродана. Это место, где раньше был центр детского туризма. Сейчас, знаете, организации сливают, развивают. Он уже давно пропал. Там, знаете, как будто бомба упала. Стены стоят, крыши нет ни прочего. И вот мы договорились с администрацией, что я беру собственность, вот этот кусочек земли с обременением, построить там центр социального туризма. Потому что, глядя на вас, я понял следующую вещь. Вот так как мы живем с вами на коленках в палатках, это хорошо, но только на очень короткое время. Все-таки тяжело, ребяток, все вот эти заползания, переползания, хотя в восторге, хотя можно лезть в чернику и вокруг ее собирать. Да, но должна быть какая-то стационарная база. И вот если нам это удастся сделать, то тогда мы вот эту идею уже на какую-то серьезную основу положим. Правда, во-первых, он круглогротичный. Во-вторых, даже в летнее время можно приехать, жить в нормальных условиях, а потом переехать по озеру там, на нашу прекрасную поляну, в заповеднике живем. Даже вот эти пресловутые наши не смогли это место занять от себя. Они очень хотели. Ну вот, стоят в 15 километрах от нас. Вот. У нас шикарное место. И вот, может быть, будет такое сочетание. Поэтому я вам всячески это рекомендую. Значит, здесь я вижу сотрудника Центра России, с которым мы, значит, встречаемся часто. Сейчас Центр России, это Центр, который сейчас называют еще Центр Особой творчества молодежи России, который специализирован на работе с детками с ограниченными возможностями здоровья. И дальше будет теперь еще более специальным учреждением, потому что прям вопрос, по-моему, несколько дней есть уже не решенный, что вот этот Центр сливают с Клубом Надежда, городским клубом, и образуют новый Центр, который называется Центр равных возможностей и интеграция. И вот в рамках этого Центра тоже, может быть, от него такая-то такси, ну, минимальная поддержка, но будет. Я хочу, чтобы вы об этом знали. Вот. А дальше у нас так вот, знаете, мне повезло, у меня в Клубном районе, где Броневич живет. Поэтому у него есть святая обязанность, как жителя этого района, так вот, содействовать, быть приглашенным и прочее. Вот. Так что это основание для контакта. И еще одно, почему я стал говорить о Центре России. Вчера там было собрание представителей общественных организаций городских, которые работают с молодыми инвалидами. И был создан координационный совет. Этот координационный совет считается советом при департаменте культуры. Вот меня вчера утвердили лидером этого самого совета, поэтому чего это прибавить не знаю, но, по крайней мере, знаете о самом факте. Вот есть такая структура, общественный совет, департамент культуры. И вот были представители департамента социальной защиты, была КАМАУ, Елена, по-моему, Игоревна. Юлия Игоревна, да. Значит, ну, с образованием у нас отношения строятся не на уровне департамента, а вот на уровне образовательных учреждений или вузов. Это вполне достаточно. Вот. В вашей среде появился родитель, мы с ним уже познакомились, который профессионально занимается туризмом. И мы договорились о том, что у нас теперь такая, знаете, мощная будет, ну, как бы, поддержка. Кстати, вот мы, чтобы вы просто знали, 23 февраля, с 22 на 23, значит, будем ночевать в лесу с детками, в палатке, с печками и прочее. Не решаюсь вас пригласить, но вот ваш представитель будет там, значит, с детками, потом славя вам готовы показать. Вы знаете, я готов вообще разбавлять ваши вот эти серьезные обстоятельные разговоры, ну, какими-то зарисовочками о том, как мы вообще жизнерадуемся там, на озере. Больше ваше время не занимаю. Значит, Людмила Анатольевна, который главный редактор вот этого красивого журнала, и вы знаете, в чем еще так бы важная сторона этого журнала? Вот вам передаду сегодня экземпляр, где Олег напечатал свой материал. Олег Томовов, студент, там, вот я к маме обращаюсь, значит, передаду. Вы знаете, удивительную вещь написал, это я вам для рекламы журнал не отдам, подарите свой. Значит, вы знаете, он написал удивительную вещь, это молодой человек на коляске. Он написал удивительную вещь. Я не считаю, что под инвалидов надо строить на культурных объектах вот эти громоздкие нелепые пандусы, портить их внешний вид и прочее. Сейчас техника позволяет в автобус поставить конструкцию, на которую по этим ступенечкам подняться, и не делать из-за инвалидов вот много вот таких нелепых вещей. Вы знаете, это говорит молодой человек, который первый должен был сказать. Пандус, расширенные проемы, прочее. Вот видите, насколько активная позиция жизни, вот она ставит по-настоящему в один ряду. Ну, вот, Ваши слова. Я прошу прощения, сейчас постараюсь разредоточиться, поскольку несколько неожиданно для меня было, что мне предложат выступить. Вот меня представили как редактор журнала, я всю жизнь практически работала в туризме. И вот последние годы стал заниматься вот и здательской деятельностью в сфере туризма, и в основном детско-миложеского туризма. Что я Вам хочу сказать по той информации, которая есть. Вообще, туризм – это сфера отдыха. И даже здоровый ребенок, когда он из привычной обстановки попадает во время отдыха в другую среду, для него в какой-то степени это стресс. Незнакомые дети, иногда сложные условия, особенно если он из комфортных условий города попадает, например, в условия похода, палатка, дождь, ну и так, и прочее, аналогично, какие неудобства. Дети, надо сказать, они не всегда терпимо относятся. Наше общество, ну вот к тем, кто не может делать, как они, да, наше общество не совсем готово к восприятию вот детей сейчас с ограниченными возможностями здоровья, но поворачивается. Нельзя сказать, что как раньше были закрыты. Все больше и больше в этом плане, и с точки зрения, ну, и с позиции, там, правительственных, административных, которые говорят, надо делать, например, в Московском музее сказали, нужно организовать специальные программы для таких посетителей. И они сделали, причем очень много, я потом немножко на этом остановлюсь. Много организаций, которые занимаются инвалидами. В основном это не коммерческие организации. И в основном люди, которые, ну, как по призванию души, сострадания, с чувством сострадания, желанием помочь, они помогают. Есть и какие-то коммерческие фирмы, которые за определенное вознаграждение организуют такие поездки. И это еще хорошо тем, кто живет, скажем, в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, и надо сказать, что те, кто живет далеко, в отдаленных местах, они даже и того тем не могут воспользоваться, что может сейчас предоставить им общество. Говоря о Москве, чтобы не задерживать ваше внимание, я хотела бы вас просто проинформировать о том, что есть. Вот есть такой музей, называется музей-центр преодоления, вы, наверное, знаете, да, Островского. Находится он на Тверской, 14, там, где Елисеевский магазин. Небольшой совершенно музей. И он расположен в квартире, где последние свои месяцы жизни провел Николай Островский, написавший «Рожденные пули», как сказалось так. Экспозиция, я бы сказала, не очень богатая. Но когда я попала в зал, ну, не то, что мне экскурсию проводили, мне просто показывали экспонаты одного зала, я вышла оттуда с чемящим сердцем, с болью в сердце, потому что там показаны, как люди, которые, ну, практически без зрения, без конечностей, каких они достигли высот и в плане творчества, и даже спортивных достижений. Знаете, вот такие примеры, они продают силу и уверенности. Поэтому если у вас будет такая возможность, обязательно туда сходите. Это конкретные люди, которые сейчас живут, и показано, как... Ну, это неимоверно, это даже трудно себе представить. Есть у нас такой маленький тоже музей с очень хорошим коллективом сотрудников, называется музей «Огни Москвы». Находится в центре, в Армянской переулке. Они разработали специальную методику работы со славовидящими детьми. То есть свет, и дети не видят, как это можно. И вот они доносят до них вот эти ощущения. Конечно, все это на уровне таком-тактильном, и дети туда ходят. Их опыт распространяется по стране, чтобы показать, как. Так, музей обороны Москвы. Вот тоже дети приходят, если они, скажем, не видят, как они могут воспринять, как до них нести эти события. Звуковые сирены, военные тревоги, возможность потрогать. Это не просто как сейчас развлекают люди, дети могут трогать, прыгать там и все. Но именно через ощущение воспринять все это. И у них возникает чувство сопереживания, понимания. И, в общем-то, и другие музеи, которые кто-то более активно, кто-то менее активно, но работают уже с какими-то детьми. Это очень хорошо. Я считаю, что это большое достижение, ну, то, что вот дается возможности. На отдыхе. Вот два года назад я была в одном таком инфотуре. Нас возили по лагерям Краснодарского края. Детским авторитетным лагерям. Но практически ни один лагерь не приспособлен для того, чтобы принимать детей. Не приспособлен. Только в одном лагере оказалось, что есть специальное питание для тех, кто болеет диабетом. Все за это ухватились. А так, в общем-то, если физически какие-то недостатки, то сложно деться. Вот в последнем, в этом, в 13-м году прошедшем, были случаи. Они разрослись до большого скандала, тоже в Краснодарском крае. Когда турфирмы. А турфирмы главное что? Им нужно отдать путевки. Это, конечно, коммерческий такой вариант. Набрали детей и послали их в лагерях, сопровождающих. Сопровождающих привезли детей, оставили и уехали. Пункция на этом закончилась. Что дети? Дети впали в транс. Там подключилась и отек здравоохранения. В общем, стали разбираться, что же происходит. Дети не готовы. Им все, ну, кругом чужие люди. Они не приспособлены. Они не знают. Даже сопровождающий, кто ехал, он их покинул. Был очень большой, крупный скандал. Конечно, детей не отправили. Там постарались их перевезти и в другие места. Дали их, соответственно, подготовленных воспитателей, кто с ними работал. Но, в принципе, такие случаи тоже имеют места. Поэтому, в основном, как-то рассчитано на специализированные места отдыха, где там и врачи есть, медики, а там и врачей-то таких не было. И самое главное, что эти лагеря, они не знали, кто к ним приедет. Даже не потому, что они плохие. Они не знали, они не были готовы. Если бы им сказали, что к ним приедут такие дети, они, может быть, сказали, не надо к нам привозить. Или отправили бы в других. Все равно таких детей не бросают. Надо должное, что, в принципе, вот по практике, насколько я знала, когда дело касается детей, то на местах органы власти всегда поддерживают. Тут они уже, конечно, бросать не будут. И если родители, особенно, пьет колокола, то они всегда помогут. Есть еще один такой вид отдыха, как походы. Скажите, куда отправлять детей в походы. Отправляют. Есть опыт такой. Отправляют. Есть методика, скажем, плохо видят. Есть методика ведущей, ведомой. Условные знаки, которые дают, там, притязки. Это тоже отработано. И главное, что, даже такие были публикации в журнале, пишут, что дети, участники, они не чувствуют себя ущемленными. И не дают такую скидку, что ты не можешь. Ну, не можешь, мы тебе поможем. Мои чувства взаимовыручки, взаимопомощи очень сильно развиты. Это очень большая психологическая помощь. Это я хочу просто кратко остановиться. Но чтобы вас больше не задерживать, Я бы хотела еще сказать, даже не столько о журнале, где мы вот печатаем статьи. Мы сейчас создаем такой информационный портал по детскому туризму и отдыху. И я надеюсь, что при поддержке мы сможем открыть рубрику. Здесь будет информация про все вопросы детского туризма. Он сейчас формируется. Здесь и активный отдых, и программы в музеях. И если у нас будет информация, потому что мы создали такой специальный раздел, где будет даваться информация о возможности, куда обратиться, кому обратиться. Может быть, какие-то психологические советы для родителей. Основно это рассчитано не для детей, а для родителей, чтобы они могли сориентироваться. И здесь у нас предполагается, что у нас будет контакт. То есть я вас приглашаю, если будет желание у вас, пишите нам. Здесь можно и себя проявить, и фотографии оставить, и написать свое мнение, что вас не устраивает, или что вам понравилось. То есть возможности такие есть. Это не коммерческие сайты, то есть это не то, что мы хотим продать тут как можно путевок. Здесь коммерческой информации нет, и только будет публиковаться координаты фирм, организации, которые занимаются инвалидами. В этом плане мы здесь как бы открываем такую зеленую улицу этих организаций. Это социальный проект, поэтому если вы поддержите, мы будем вам очень благодарны. Я тоже рассчитываю на вашу участие. Спасибо, Людмила Анатольевна. Вот я оставлю эту информацию, потому что здесь написано, как вы можете выйти на этот сайт. Если у вас будут с вами предложения, пожелания, мы постараемся его тоже учитывать для того, чтобы он был рассчитан не для нас лично, но мы тогда сможем отвечать на потребности тех, кому этот сайт. Можем раздавать. Да, спасибо. Хорошо, спасибо огромное. Как раз вы показали, что во время наших встреч мы можем делиться информацией, которая может быть полезна для нас всех. Вот пример Людмила Анатольевна как раз сейчас и сделала. Александр Яковлевич заслушанный путешественник, и он созвавши на нашего родителя, папу Ксении Мартыновой. Скажите, нужны ли вам такие встречи, и какие вопросы вас интересуют, может быть, придите сюда. Нет, там вот и камера там, и плюс микрофон здесь, поэтому у нас трансляция. Кто смотрит трансляцию, большая просьба в чате написать вашу фамилию и координаты, чтобы мы вас не потеряли, чтобы мы могли вас информировать о дальнейших мероприятиях. Так, вот держите так, потому что у нас... Хорошо. Да, для звука. Даже не знаю, что вам сказать, туризм занимался с 97-го года, так случилось, а дочка родилась в 92-м году. То есть, когда она уже росла, то была возможность ее как бы в группе туристической присоединять, и вот практика показывает, что вот один-два человека с ограниченными возможностями, в туристической группе вполне выживаются, то есть, достаточно помощи от ребят, особенно от старших. Вот, ну, примерно на таком уровне, один-два, если человека с ограниченными возможностями, плюс туристическая группа такая слаженная и хорошо подготовленная. Ну, вот это вполне рабочий вариант, как вот показывает поличный МОК, то еще в некоторых группах еще практиковалось. Ну, а если говорить, если вообще провести большую организацию, профессиональную, то на коляске и там на Макинле на шеститысячник заезжал человек, и я лично встречал там одноногих на брусе, на лыжах катаются, так что нам нет приград, но все-таки сопровождающие и люди, которые этим занимаются, нужны. Так что, надеюсь, оказать помощь Александру Яковлевичу посильную. Ваша дочь наша студентка, студентка первого курса. Вы как родитель, вас что интересует? Вас интересует, на какие вопросы вам хотелось получить? Это взрослая дочь, да? Вот, нужно ли вам, такого рода нужны такие встречи? Если да, то какие вопросы? Мне лично, безусловно, нужны. Тем более, слышу постоянно о психологической помощи, которую за эти 20 лет, ну, хотелось бы на себе попробовать, и от профессионалов пока еще не случилось. Хотя во школе мы учились, с дочкой все замечательно занимались, все хорошо. Но, да, на себе испытать не пришлось еще, будет очень интересно. Реальную помощь получил от случайных людей. Одна бабушка в деревне как-то говорит, ой, как, увидела девочку, говорит, ой, как вам повезло. Я так немножко, я что-то шутит бабушка, она говорит, ну что, она у вас никогда не станет наркоманкой, там никогда не уйдет из дома, вас не бросит. Так что вот такого плана была помощь, да. А услышать что-то такое еще от психологов было бы любопытно. Хорошо, я по секрету скажу следующее. Одна преподавательница, которую вы знаете, вот, после ряда, как бы, попыток сдачи злосчета вашей дочери, говорит, я очень хочу с папой познакомиться и с папой поговорить некоторые вещи по поводу дочери. Вот, то есть преподаватели тоже готовы обсуждать, потому что они видят какие-то проблемы, нехватки или самостоятельности, или лишнее вторжение родителей в пространство ребенка, не даем самостоятельности. Мы иногда видим, когда наши родители суфлируют за экраном, когда дети сдают через интернет, вот, и так далее. Бывают такие случаи, когда не студент отвечает, это родители отвечают и так далее. Я сам сдавал, да, по педагоге принимал зачет и слышал, когда мама подсказывает, сын уже раздраженно говорит, не мешай, и так далее. То есть есть такие вопросы, которые требуют обсуждения. У нас был родительский комитет, который разбежался, но один член остался, это Камова Елена Александровна. Вот, несколько слов, вы как родитель, да, скажите, какие вопросы вас как родители интересуют. Два года тому назад, когда мы заканчивали выездной семинар в санаторно-лесной школе, уже собирали вещи и садились в автобус, вы сказали, было бы очень хорошо, если бы устроили экономический ликбез для наших детей. Сын-колясочник Олег, очень умный и так далее, говорит, Елена Александровна говорит, наши дети не ходят по магазинам, они-то не ориентируют в ценах, они не знают, сколько стоит что, да. Для нас, взрослых, иногда тоже не всегда, сколько что стоит, можем сказать. А вот дети не ходят по магазинам, поэтому в этом плане они, естественно, многие вопросы, может быть, и не понимают, да. Елена Александровна, несколько слов, давайте, может быть. Просто там сапись идет, просто чтобы нас, кто смотрит, у нас есть виртуальная реальность, вот, кто нас наблюдает, не забудьте написать свои координаты. Ну, основные вопросы для меня, я думаю, для большинства из вас, это все-таки воспитание самостоятельности, поскольку мы думаем о будущем, ну, что с нашими детьми будет? Они всегда под нашим крылом, всегда под опекой, тут никуда не деться, это особенные дети, как бы мы ни говорили, что вот слишком они вот опекают, ну, никуда от этого не уйти. И вот вопрос к психологу, Бронис Бронич, следующий, это вот, пожалуй, вот как вот избежать вот этой излишней опеки, как вот, вот что нам сделать, чтобы они были более-менее самостоятельны. И отсюда вопрос вот так об экономическом ликбезе, это все отсюда, понимаете? Вот это для нас главное. Конечно... Самостоятельность, воспитательность, да, вот хоть какая-то, какая-то, да, чтобы они могли себя вот, ну, может, не обслужить в физическом смысле, а заработать себе какую-то копейку. Кстати, для них это очень важно, особенно для мальчиков, чтобы он почувствовал себя мужчиной, чтобы я мог заработать, что-то принести в семью. Вот моим сыном вот такие вот мысли овладевают, и я думаю, что это многими. Хотя вот сын очень умный, уже пять месяцев у него публикона, в том числе в испанском конгрессе, да, Олега есть, то есть много разных уже достижений, очень действительно продвинутый, очень серьезный сын. Вот, а вопросы самостоятельности, экономические, Они общие, они общие для всех. Для нас вообще просто. Я хочу вспомнить ситуацию, когда мы были в санаторно-лесной школе, мы два раза выезжаем в санаторно-лесную школу номер семь по Тистрой, в октябре на три дня, пятница, суббота, воскресенье, а в марте мы имеем возможность на пять дней выезжать. И мама одного студента, и наша факультета, и лидической психологии, когда была встреча, она встает и говорит, сын сидит рядом, говорит следующие слова. Говорит, я понимаю, что я не вечно. Раньше ли тоже моему сыну придется жить одному. Такими качествами он должен обладать, чтобы у него было какое-то профессиональное будущее. Будет ли он конкурентоспособен после психологического образования, а он студент юридической психологии, факультета, после его психологического образования мог зарабатывать на жизнь. Это принципиальный вопрос. Правильно? То есть, что должно быть у него такое, и мы как бы это тоже постоянно думаем. А что с нашими выпускниками, нашими студентами? И тогда мне пришли слова, которые я про это тоже давно, в принципе, думал. Я сказал, может быть, очень грубо, жестко, но следующее. Если ваш сын будет зануден, если он будет неинтересным, он никому не будет нужен, никто его в жизни не заметит, кроме вас, как родителей. Ваш сын должен быть 10 раз интереснее, он должен быть яркой личностью, он должен быть оригинальной личностью, он должен быть активным, самостоятельным, он должен стремиться к чему-то в жизни. Вот у него должны глаза гореть. Вот если он будет яркой, он тогда будет иметь какую-то профессиональную надежду. Если он будет издевенцем, если он будет занудой, если он будет неинтересным, то он только будет интересным именно для вас, но не для окружающей среды. А как это сделать, чтобы он был интересным, мы на факультете постоянно думаем. И когда вот в этих аудиториях мы излагаем концепции теории, и есть преподаватели, которые считают, самое главное знать концепции теории, я говорю, нет, не это самое главное. Самое главное найти себя в этой жизни. Самое главное, чтобы глаза горели. Если ты чего-то не знаешь, то нет проблем, ты найдешь нужных людей, нужные источники, нет проблем. Но если у тебя глаза не горят, но никакие теории тебя в жизни не спасут. Он должен быть очень интересным. Если это интереснее, то может быть источник, который там нет проблемы передвижения. Вот как сделать, чтобы он был интересным, самостоятельным, это базовая проблема. Поэтому мы перешли не только от образования. Самое простое, это организовать учебный процесс. Мы понимаем, что принципиально важно социализация, интеграция, правильно, социокультурная реабилитация, чтобы он был интересным, ярким. Но для того, чтобы ребенок был интересным, ярким, должен быть интересным, ярким родитель. Если у родителя глаза не будут гореть, то у ребенка не будут гореть, сто процентов. Родитель должен постоянно, если родитель не будет развиваться, то и ребенок не будет развиваться. Прежде всего, родитель должен развиваться. Поэтому мы затеяли, и мы хотим, чтобы сюда приходили. Смотрите, у каждого из нас возникают вопросы, проблемы. Что мы часто делаем? Сидим дома, и не хотим никуда идти, и все посылаем, да, дальше, и мы думаем, что мы решим эти задачи так. Нет, так не решаются проблемы. Проблемы решаются, когда мы собираемся, обсуждаем, мы когда выезжаем в санаторно-лесную школу, наши студенты, знаете, когда самое интересное общение? Ночью. До пяти-семи утром. И не всегда самое важное, что днем происходит. Самое важное, что происходит ночью. Как они общаются. Тащат детали, чайники, пирожки там, что у кого есть, и начинается ночная жизнь. Это что-то. И родители так общаются, правильно? И так далее. Я это хочу сказать, что для того, чтобы наши дети были интересными, должны быть интересными родителям. Это аксиома. Я в этом глубоко убежден. Если родители будут зануды, неинтересны, ничего им в жизни не надо, ставьте интерес на своих детей. Никогда они не будут интересны. Я понимаю, на факультете, если на факультете будет неинтересная жизнь, если она будет занудная, скучная и так далее, то никогда интересных людей здесь не выйдет. Никогда у них глаза не будут гореть. Они должны быть, они должны видеть, ездить, смотреть и так далее. Иногда бывает обидно, когда, допустим, мы что-то делаем и мало студентов. Ой, заболел. Ой, не могу. А понимаем, что кто-то иждивенчатом занимается и так далее. А я хочу сказать, пять лет пойдет, а дальше что? Вы дома будете дальше сидеть. Когда, допустим, мы на факультете идем в Третьяковку, едем в Санаторно-Лесную, едем в Экскурсию, Питер, надо использовать любой шанс, любую возможность. Если мы централизовываем надел, легче это использовать. Дома мы насидимся еще без конца всю оставшуюся жизнь. Но когда есть возможность поехать всем вместе, пойти туда, надо любую возможность использовать, а не искать любую возможность оправдать себя. Не пойти, не надо. Мы для своей факультеты говорим, уважаемые студенты, если вы не будете развиваться, вы нам не нужны. Идите в технику, идите в ПТУ и сидите там. Если вы хотите получить высшее образование, это прежде всего развитие вашей культуры, общекультурного уровня. Когда мне один москвич, когда мне пошел в исторический музей, говорит, а зачем мне это надо? Я говорю, а вы знаете, где находится исторический музей? Не знаю. Нередко спрашивают, а где Большой театр находится? Вот, я говорю, и это вы хотите быть выпускником университета? Я говорю, при первой возможности я вас отчислю. Мне не нужно. И таким образом мне будет стыдно, что мой студент находится на таком уровне развития. Но это очень многое зависит от нас, родителей. Правильно? Мы должны повышать собственный культурный уровень. Мы должны постоянно абсолютно думать по поводу отношений, развития. Мы должны повышать свой культурный уровень. Мы должны психолко-педагогический уровень повышать. Правильно? Вот. и поэтому вот эти наши встречи. Но это дело для того, что нам нечего в жизни делать. Мы с удовольствием пять часов закрыли бедня, ушли домой, смотрели телевизор, пошли спектакль смотреть. Да? Или что-то. Мы понимаем, что это важно, чтобы наши дети были интересными. Правильно? А это можно сделать только сообща, только совместными усилиями. Дай Бог, мы нашли сейчас интересных педагогов, которые готовы это делать. Галина Павловна, это вот наша находка. Татьяна Павловна, это наша находка. Мы будем рады, если вы подскажете, кого можно пригласить. Нужны интересные личности, которых, если будет неинтересно, то быстро разбежимся, никто не придет. Если не будет пользы, то здесь никто силой не заставит прийти. Должно быть так интересно, чтобы люди приходили, они получали ответы на вопросы. У нас есть одна находка, вот это Татьяна Павловна, и мы всегда будем рады, чтобы она с вами общалась. Она готова консультации проводить и так далее. Она очень эрудированная, литературное образование, психологическое образование. И мы можем предлагать совместные тренинги, которые будут вам интересными, полезными. мне представляется, что мы могли определить регулярно следующего характера. Один раз в месяц, последняя пятница, месяц. Плохо? просто тогда был отчет, допустим, если последняя пятница, мы подумаем, ориентировочно, допустим, тогда мы могли в следующий раз 28 февраля, пятница, 27-го, у нас конференция, ну, с 6 до 9, у нас второй час конференции, вечерняя программа, мы с 6 до 9 могли бы сделать там вторую встречу с Татьяной Павловной, мы продолжили бы и тему, которую мы хотели обозначить, зависимость, детская, родительская зависимость, развитие самостоятельности у наших детей, это базовая проблема. Вот, это для любого человека проблема развития самостоятельности, это базовая проблема. Вот, поэтому 20, предварительно, скорее так и сделаем, 28-го, это последняя пятница февраля, там с полседьмого и где-то там полдевятого, девяти, с трансляцией, как всегда, желательно сделать так, кто у нас в гости, и чтобы остались координаты, чтобы были массы, уже имели в виду, да, мы делаем общую рассылку партнерам по нашей проблеме, вот, тот, кто, допустим, из родителей, мы то знаем, но не всех знаем, кто у нас в гости, вот, кто у нас смотрит через интернет, вы в чате напишите свои координаты, чтобы мы вас включили в рассылку, уже такую специальную, да, кто сегодня здесь, но мы первый раз там видимся и не знаем вас, да, тогда ставите свои координаты, они в электронный адрес у нас то есть, через рассылку вы получили, но мы не знаем именно кто, да, мы тогда вас включим в рассылку, и уже мы знаем, что у нас первое уже ядро есть для этого дела, мы сегодня очень переживали, сколько придет, да, и так далее, видим, что пришло много, мы очень рады этому, и мы готовы, как бы, дальше активно развивать, а между, даже, между последними пятницами, мы можем подумать о тренингах каких, в апреле, мы готовы поехать вместе в санаторий, это вот, истинская плязма, павильник, водохраническая плязма на берегу, там великолепно, вот, мы разошлем там фотографии, где мы, как мы были, и мы можем взять в уездной такой сигнал, это давняя наша мечта, мы хотели бы попросить, чтобы вы другим передали эту информацию, мы это делаем, посмотрите, сразу скажу, мы никаких грантов не получали, никаких денег на этом не отмываем, и так далее, мы это делаем по зову души, мы это делаем за счет того, что мы понимаем, что это важно для нас всех, для моих студентов это важно, я хочу, чтобы мои студенты были интересными, для меня важно, чтобы мои родители были интересными, не будут интересны родители, я не смогу со студентами работать, мне важно, чтобы другим как-то помогать, объединять своих коллег, которые этим занимаются, кому это не безразлично, мы никого здесь, никакие по наразнарядке и так далее, не приглашаем через госструктуру, и письма не рассылаем, мы говорим, кому это интересно, давайте объединяться, обсуждать, проблематику преподавателей мы сами можем приглашать, определять, кто нам интересен, если вы подскажете, кто может дать нам очень ценную информацию, как для родителей, мы с радостью включим, как бы, в наше совместное обсуждение, мы будем планировать какие-то тренинги, мы в заключении, я хочу сказать, что мы на факультете, как бы, ищем интересных студентов, у нас есть подготовительная программа, она бесплатная, в течение года, до Нового года первый этап, после Нового второй этап, и мы, тот, который записывается на нашу программу, не обязательно должен учиться у нас, если он хочет поступать в другой вуз, мы отведем, попередадим, по экономике, в дистанционном формате, МИСИ, юриспруденцию, и так далее, но хуже не будет, если он будет рядом с нами, если он будет получать рассылку, они могут приходить на занятия, они могут ездить, заходить с нами в Третьяковку, как все студенты, у нас в Третьяковке каждый месяц, одна большая экскурсия, каждый месяц, по одной экскурсии, очень интересная, уже целый год, уже прошла серия, сейчас вторая серия идет, встреча с Третьяковкой, это что там, мы экскурсии организуем, вот, и мы с радостью примем всех, там, желающих, да, когда есть места, нет проблем, поэтому, если, они могут смотреть наши все трансляции, мы трансляции идем всех занятий, если это аудитория, поэтому, будущие студенты могут смотреть трансляции, они могут участвовать в разных мероприятиях, однозначно, хуже этого не будет, если они будут рядом со студентами, с нами, может быть, у них возникнет желание где-то учиться, другим помогать, ну и так далее, да, пока не закончили, возвращаясь к вопросу экономического, возможности заработать, какую-то копейку, нашему студенту, у меня вот такое предложение, настойчиво, вести практику репетитерства, старших студентов, первокурсников, я бы с радостью поддержал, только на первом курсе, да, я сам никогда не любил учиться, но с успехом дело на старших курсах за какие-то там копейки первокурсникам поездки, это две большие разницы, и вот чем родителям вникать, может быть, кучу предметов, это мука мученическая, да, вы же предоставите такую возможность первокурсникам, я бы с трудовой, я бы с трудовой, я бы с трудовой, я бы с трудовой, есть у нас Ваня Трущин, который, ты скажешь, помогает, но мне даже накрывается, куча, я бы без класса, я просто не могу на него без слез смотреть, это класса это один, ну, хорошо, можно я тогда поправлю, сегодня у меня одна студентка писала объяснительную по данному поводу, объяснительную, значит, она представила по учебной практике один к одному, другой студентки, списала, поучила и так далее, я начал выяснять, откуда, вот, она в слезы, по телефону, она говорит, а я из почтового ящика взяла, говорю, а как вы взяли из почтового, говорит, ну, у меня есть логин, пароль, а как вы, ну, говорит, логик, мы понимаем, как создают логин и пароль у нас, ну, есть определенная логика, то я зашла и, и так далее, я к тому, что, нет, вот старшие, чтобы не делали, а помогали, консультировали, понимаете, если по информации, там, по компьютерному телу хуже, что-то там, да, форматирование, или что-то, то старшие курсники могут помочь, правильно, и так далее, в этом плане, помогать, консультировать, но не решать учебные задачи, ну, помогать и так далее, вот, ну, естественно, деньги брать не совсем корректно, я думаю, друг другу помогать, должны учиться и так, вот, хорошо, еще, может быть, какие-то мысли, идеи, вопросы, которые вас интересуют, скажите, может быть, еще несколько минут, да, какие, какие вопросы, интересные, какие вопросы, вот, я не, не хотела задать вопрос, значит, просто вот недавно была конференция, где выступала пряжника Елена Юрьевна, и она предоставила очень интересный доклад, о том, как могут дети, наши дети, зарабатывать, они не обязательно идут по специальности, что их интересует, как они продвигаются, у нее была очень интересная лекция, я думаю, многим родителям было бы очень интересно послушать, именно профессиональное восстановление, именно что-то там по профессии, у нее замечательные ролики были, я прям вот, как вам сказать, в глазах стоят, она делала консультации, и не каждый ребенок может пойти, устроиться на работу, она все это очень хорошо презентует и объясняет, очень бы хотелось еще раз послушать. Спасибо за предложение, это наш профессор, доктор психологических наук, пряжника Елена Юрьевна, она ведет курс психология труда, один из ведущих по профессиональному самоопределению, и проблема трудоустройства, это одна из базовых проблем, правильно, мы давая образование, тоже думаем, а что дальше с этим, а насколько готово, а есть рабочие места, то есть можно как бы обсуждать проблему, именно про готовность к работе, а здесь ситуация непростая, я недавно как бы для себя, так обнаружил, вот такую важную вещь, когда я поступал в университет, у меня как бы вопросов сомнений не было, что по окончании университета я пойду работать, да, я понимаю, что я буду самостоятельно зарабатывать на жизнь, и как бы вообще вопрос, говорит, а наши дети, когда они поступают в усилии, в школе учатся, у них нет той установки, что я сам буду зарабатывать себе на жизнь, есть сомнения, а смогу ли я зарабатывать, и вот это неуверенность в профессиональном будущем, и так далее, это очень сильно тормозящий фактор, и потом, естественно, возникают многие проблемы, что не всегда желание работать, не всегда готовность, мы можем обвинять, что не хотят работать, но нет навыков, не было установки, что я буду себе зарабатывать на жизнь, я когда учился, у меня была жесткая 100% установка, что я не буду там, да, в ураве, я буду сам зарабатывать себе на жизнь, а у детей с инвалидностью такой установки нет, а здесь очень много разных потом проблем, готовности к трудовой деятельности, как формировать готовность к трудовой, какие, ну, необходимые усилия, это тоже очень важный разговор, и можем пригласить профессора Пряжникова Елену Юрьевну на такой важный разговор, да, вот, спасибо за вопрос, еще, может быть, какие, да, мы сейчас уже подходим к концу, нет вопросов, я хотел бы попросить, кто у нас, с кем мы еще мало знакомы, да, тогда ставить, или на листочке свои казнаты до земли, запишите, да, чтобы у вас рассылку, кого мы знаем, то мы уже знаем, да, и там не будет проблем, я благодарю всех за то, что вы нашли время, вот, что нас так много собралось, это придает нам силы, веру, то, что мы на правильном пути, вот, и мы будем продолжать наше дело, хорошо? Все, спасибо огромное, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова